Привет всем. У нас тут, я смотрю, большинство знакомые люди, ну, кто-то есть из новых. По какому поводу собрались мы, вы знаете. Надеюсь, что все смогли посмотреть фильм. Против ожиданий и угроз его не убили за сутки, так что он все еще висит. Почему висит, не знаю. Так же, как я не знаю, почему до сих пор висит «Стирай семью», честно. Честно, не знаю. Может, эта фишка такая у Vimeo, которая просто не работает, поэтому так все и получается. Но нам что, нам хорошо. Так что, надеюсь, что все его посмотрели. Я его посмотрел, в общем, дважды успел. Человек мне немножко знаком, очень мельком. Я вот эту вот тему Аякса, Ауакса, ее слышал раньше. Наверное, это он же и был, кто про нее вещал. Вот. Кто хочет высказаться, собственно, начинайте. Вот. Я пока можно без рук, потому что у вас у всех есть возможность. Ну что, поделитесь со мне собственными впечатлениями от фильма для начала. У меня главный герой здесь, ну, главный герой в смысле, я так понимаю, режиссер, не психотерапевт. Режиссер, там есть как бы у фильма отдельный. Вот. Но Габор Мате, его зовут, мне он очень сильно напомнил своим и видом, и манерой речи, и там некоторыми фактами из личной жизни. Ну, очень напоминает Пола Уэстона из сериала In Treatment. Я много раз рекламировал и еще раз прорекламирую. Вот. Но это все-таки художественный сериал, да, тут у нас реальный человек. И многое из того, что он говорит и как он говорит, мне знакомо, близко. В общем, такое было. Вот. Хотя мой основной терапевт была женщина. Вот. Тут человек как бы особенный, с особенной судьбой. И он доктор. У него на книжке написано MD. Книжку я никогда не читал его, так что ничего не могу сказать. Если вдруг найдутся люди сейчас, которые слышали о нем раньше, читали книжку его, например, там, или что-нибудь, расскажите об этом, будет интересно. Я, по-моему, слышал мельком. Вот в контексте вот этой вот Ауаяксой, как там называется, это абсурлийская штукоина. Аналог, не то чтобы аналог, в общем, замена североамериканскому пиоту, да. Видимо, вся эта тема, включая шприцы, мелькающие в кадре, та причина, почему на ютюбе этого фильма нет и не будет. И по телевизору, видимо, у нас тоже никогда показано не будет. Вот. Так, я вам на всякий случай напоминаю, что у вас, если мне галочка не врет, то у вас есть право включить микрофон и начать говорить. Так что, как только захотите, вы там, не знаю, если хотите, чтобы я остановился просто предварительно, то вы меня руку поднимите, чтобы я замолк. Ну, в общем, в принципе, у нас режим свободного микрофона, так что на здоровье. Так, что еще, что еще, что я хотел сказать про, что я хотел сказать про, про сам фильм. Ну, тут много, за что можно уцепиться. Ну, ты должен добро пожаловать. Так, у нас плюс один участник. У нас свободный микрофон, у всех разрешено включение. Так что вы это самое, как созретьте, давайте уже, уже. Так, наверное, это слишком громко, что-то у меня тут такое играет. Пожалуйста, потише сделаем так. Где я так, для фона просто, чтобы атмосферу создать. Очень много моментов, за которые можно уцепиться. Много разных всяких. Тут, наверное, только от вас. Зависит, за что, собственно, вы решите уцепиться. Так, Александр нас созрел. Ну, прошу, давайте, у нас все можно сегодня. Добрый вечер всем. Ну, я этот фильм вчера посмотрел, еще сегодня успел там почти полностью посмотреть перед этим эфиром, скажем так. Ну, если кратко, по самому фильму, не вникая в содержание. У меня вот такое ощущение создалось, что этот фильм, он рекламирует этого товарища, которого он зовут Габар Матте. Вот, и фильм построен, так сказать, по классическим канонам нервного лингвистического программирования. То есть, как бы, определенный паттерн дается среди фильма, показываются там определенные ситуации. И читать, ну, смотрителя, кто этот фильм смотрит, подводит под осознание того, что вот перед нами какой-то гуру появляется, который какие-то вопросы разруливает. И таким образом ему, как бы, скрытая реклама делается. Вот, ну, это вот такое вот мое, как бы, впечатление. Хотя вопросы, которые в фильме обсуждаются, они, на самом деле, достаточно серьезные. Александр, я правильно понял, что вы ему не поверили? Ну, я поверил, как любому специалисту в этой области, как любому, вот, как бы, инфо-цыгану, любому, скажем так, психотерапевту, который на публику работает и так далее. То есть, вот в таком ключе я его воспринял. Хотя у него, в принципе, видимо, достаточно много интересных каких-то моментов есть. На самом деле, даже его книги есть на русском языке. Я ради интереса набрал его имя, посмотрел несколько книжек по детской психологии у него есть. И они переведены на русский язык. И, в принципе, кому это актуально, кто там детей хочет воспитывать и так далее. То есть, посмотреть, есть смысл, наверное, прочитать эти книги, скачать где-то. Вот так вот. То есть, вот такое вот мое мнение. А так, ну, очередной гуру. Наверное, что-то полезное у него есть. Вот, то есть, вот мое такое вот мнение. Кратко, если. Алло. Да, все тут. Так, у нас там Сергей и дальше. Можете сами, у нас пока все свободно. Вот, но это вот такое, как бы, краткое первое впечатление, реакция от фильма. Ну, вот. Я просто смотрел несколько таких фильмов такого рода. И вот они примерно все по такому же сценарию построены. То есть, как-то вот так вот строятся. И это какой-то, видимо, шаблон построения этих фильмов. И я даже рекламу такую смотрел достаточно давно, правда. Тоже вот так же, как вот в нейролизминстическом программировании. Сдаются определенные паттерны. И зрителю в голову определенные мысли вгоняются. Я, конечно, не психолог, Александр. Но у меня возникло подозрение, что вот вся вот эта реплика была, типа, некой защитой. Я более конкретно вопрос задам. А все-таки из того, что он говорил и примеры приводил, лично что-нибудь срезонировало вот. Но что ко мне это тоже относится. У меня было такое в жизни. Да, мне стоит об этом подумать. Ну, травмы у всех были. Детские травмы тоже у всех, скорее всего, в каком-то плане были. Больше или меньше. Но если так общее об этом говорить, это одно дело. Если фильм обсуждать, то это как бы другое немножко получается. Вот хотя, ну, интересно послушать. Посмотрим, может быть, раскопаем что-нибудь интересное дальше. Пока все у меня. Окей, тогда Сергей Волком. Так, включено, наконец-то. Вечер добрый всем. По поводу кино. Ну, на самом деле, я тоже посмотрел этот фильм. Больше даже потому, что в превью к этому кино вы, Сергей, сказали, что многие, наверное, не смогут воспринять. И это, наверное, будет симптомом того, что человек в фазе гнева. Либо, может быть, потому что в нем это отзывается, он в себе это не признает. И я думаю, надо посмотреть. Может быть, я что-нибудь найду, что там во мне отзывается, что я не признаю. Я посмотрел его вчера. Меня, в общем, никакого впечатления кино не оставило. Это меня не потрясло. Для меня это совершенно знакомый такой формат. Надо сказать, что шикарно снята. Великолепная анимация. Отличный звук. Режиссура, камера, монтаж. Все то, что касается именно художественной части, именно произведения, как кино, вопросов не вызывает. Дорого, шикарно, с чувством, проникновенно. В общем, для людей, которые, наверное, действительно, ну, скажем так. Я сегодня еще до кучи посмотрел у одного психиатра интервью с Даной Борисовой. И она там рассказывает о своих зависимостях. Вот примерно для уровня, для публики уровня Даны Борисовой. Это кино прямо самое оно. Кино прямо для тех, кто хочет найти, почему его жизнь так, жизнь так ему несправедлива, но он в этом не виноват. Вот именно для таких и снято это кино. И потом я решил посмотреть еще раз это кино. Думаю, ну не может быть так, что вот, ну вот, вот что-то, почему же у меня не вызывает это ни гнева и ничего. И потом я взял прямо на линии бумаги и стал писать. И первое, что хочу сказать. Во-первых, весь фильм это манипуляция. Он весь на коротких циклах. Я насчитал более 50 циклов. Когда нам что-то преподносят, потом это фиксируют анимации. Причем анимации великолепные, шикарные. И этот маленький ребенок, внутри сидящего ребенка на лавке, и ребенок, которого закладывают в дымовую трубу кирпичами. И вот таких вот вещей, вот маленьких, это снято шикарно. Это снято великолепно. Это просто прекрасный проект. А потом, я думаю, надо еще поглядеть в интернете, что это вообще такое за конторы и что они хотят. И по большому счету бизнес. Ничего личного, просто бизнес. Причем это такой прекрасный бизнес, когда вам целый час говорят о том, что вы и сами знаете, о том, что вы чувствуете. Но вывод делают прямо противоположный. Подводят вас к тому решению, которое нужно уже не вам, а нужно им. И вам это решение нравится, потому что оно даже упаковано в ту упаковку, которая вам понравится. Ну, я, наверное, еще потом позднее выскажусь. Ну, в общем, я могу сказать, что это высокого уровня инфо-цыгане. Недаром товарищи имеют еврейские корни из Венгрии. И это там отлично отыграно. С таким современно-левацким уклоном. С борьбой, с такими снотками борьбы с таким нынешним глобализмом. И, в общем, просто на выходе надо понять, для чего это, как это и какое ощущение. Вот для людей, которые хотят легкого решения, это отличное кино, которое поможет им получить облегчение на какое-то время, а людям, которые делают этот бизнес, поможет заработать денег. Для людей, которые действительно травмированы и действительно что-то переживали, переживают и учатся с этим жить, это кино крайне вредное и пустое, потому что оно их не научит ничему. Ну, а по поводу то, что после первого часа, вот последние 30 минут, вот эти практики с психоделиками, ау-яксами, с силобицинами и всем остальным, я вам так могу сказать, друзья. Наверное, мы здесь все разные, да, и у нас у всех разный жизненный опыт. Ну, так вот, у меня первый передоз был в 89-м году. Второй был ровно через год. И что это такое, к счастью, в то время не было никаких ни ау-якс, ни трипов в Мексику, Колумбию и ничего такого, даже рядом не было, мы не знаем о грибах вообще. Но было и все остальное. И я вам могу так сказать, что все эти сказочки по поводу того, что какие-то там психоделики, ЛСД или еще что-то подобное как-то там расширят, вам помогут и как-то вас выручат, это страшно вредная штука. Это, ну, я не знаю, это вот именно и есть пропаганда наркотиков, которая разрушит вашу жизнь. Но эти люди, которые зарабатывают на этом бабке, они, в принципе, не стесняются. Для них это нормально. И это, в общем, в их нынешнюю леватскую парадигму прекрасно вписывается. Сделать из вас баранов, объяснить вам, что вы бараны, не потому что вы бараны, да, и вы ленивые, а потому что это просто общество злое, папа плохой. И, в общем, весь фильм про то, что у вас есть травмы, да, но вы в этом не виноваты. А все, что вы в жизни сделали потом плохого по отношению к себе или к окружающим, вы тоже не виноваты, потому что у вас есть травма. А мы вас просто научим жить с этой травмой, без чувства вины. И, в общем, в моем понимании, это бизнес на крови. Люди, которые делают такое шикарное, великолепное снятое кино, и люди, которые работают в этом бизнесе, и вообще весь фильм, весь фильм снят абсолютно классически. И вот именно там все время зацикливается вот это, берется любая история, да. Я был маленьким, холокост, я пострадал эти шесть недель, когда я был без матери, ему было все десять месяцев, да. Потом меня вернули, потом... И вот это все рассказывается. Вовремя появляется его жена, да, которая говорит, что к сорока у нас было плохо годам совместной жизни. Потом мы стали улучшаться. И вот таких вещей миллион, да. И даже сам доктор вот с этим вот таким слегка дурманенным взглядом, сидящий вечно в кресле с ногами, этот колумбийский шарфик у него, показывающий его принадлежность, да, вот к чему-то, к такому медиативному, к такому вот из обществу посвященных. В общем, я не знаю, может быть, для кого-то этот фильм и станет откровением, потому что там на самом деле рассказывается много вещей, которые нам близки и про травмы, и про детство, и про переживания, да. Но выход и вывод, который делает, в конце, и к чему подводит весь нас этот фильм, он... Это страшное кино. Я честно скажу, я бы никому не советовал следовать этому кино. Более того, тем, у кого есть взрослые дети, подростки или, скажем, близкие родственники, да, которые находятся в сложной ситуации, психологической, или, может быть, в жизни сложной ситуации, я бы не рекомендовал бы даже рядом показывать такие фильмы, как способ выхода из своих проблем. Ну ладно, я пока закончу, я думаю, что найдутся люди, которые и поумнее мне расскажут на эту тему. Спасибо. Ну, скажем так, меня не услышали. То есть я правильно понял, что, ну, вообще не срезонировало ничего личного такого, да, то есть там как рецепт, что что-то можно там сделать, подумать. Я сейчас не про фармакологию, фармакология – это отдельный вопрос. Мне лично показалось, что фармакология – это маленький аспект достаточно в этом фильме, такой бабочный. Это не может не срезонировать, потому что мы все травмированы, и мы все родом из детства, и у нас у всех есть какие-то переживания, комплексы. И там, между прочим, когда он пытается общаться с людьми на своих сессиях, да, он, в общем, совершенно элементарный такие дешевые приемы любого психоаналитика, который действует абсолютно на всех, да, ну, там, ну, вот это, его с зелеными волосами, ну, это просто классика развода для лохов, да, там, типа, вы монстр? Нет, вы не монстр. Разве он скажет, что у вас зеленые волосы? Это, ну, это вот просто вот как анекдоты про Петьку и Василия Ивановича, да, и таких вещей, которые, они там очень много вкладывают, делают таких закладок в этом фильме, которые резонируют абсолютно у всех. И этот фильм именно построен, потому что он не может не резонировать. И, безусловно, когда я смотрю этот фильм, я понимаю, что многие вещи мне близки. И он, этот фильм, и страшен тем, что потому что он действительно во многих вызовет отклик. Но то, как они потом из этих ингредиентов складывают рецепт, и то, что они как конечный продукт вам продают, как выход из этой ситуации, это уже отрава, которая вас убьет. Нет, он резонирует, и он должен резонировать. Разговаривая с любым человеком, мы всегда найдем общие точки соприкосновения. Будь это сосед по квартире, или будь это там, я не знаю, преступник в надзорном отделении дурдома, мы всегда можем найти вещи, которые в нас друг в друге срезонируют. Но здесь этих закладок очень много. И я хочу сказать еще раз, шикарная, просто великолепно подложенная анимация. И вот она резонирует просто шикарно. Она вызывает вас, вы прямо начинаете чувствовать это великолепная театральная постановка. Резонирует, но именно страшно тем, что резонирует. Ну, окей. Меня несколько, конечно, напрягает и несколько, скажем так, ну, скажу прямо, расстраивает, что уже второй человек, который видит в этом только коммерческую разводку или даже наркоторговлю, ничего больше. Не знаю. Я как бы увидел, конечно, там. Я, честно говоря, сейчас уже жалею. Думаю, надо было, наверное, привлечь Мархурова младшего, потому что он, наверное, мог больше рассказать про наркотические вещества. Насколько я знаю, в меру своих немедицинских знаний, ЛСД и подобные им препараты не являются наркотическими, и они продавались там свободно какое-то время, пока не наступили никакие там волшебные события в Америке. То есть слово наркотики это все-таки медицинское определение, сложное там, оно относится к определенному классу веществ, которые действуют определенным образом. Опять же, в меру своих скромных познаний. И вдруг у нас сегодня медики найдутся, может, они нам больше расскажут. Я понятия не имею, что такое Аякса. Я даже ЛСД никогда не пробовал. Хотя много нас слышал, конечно, и много читал про это кое-что. Я знаю про перинатальные матрицы и все такое. Я пытался практиковать холотропное дыхание. Мне показалось, что какому-то из кадров промелькивал человек, который... У меня такое ощущение было, что он именно холотропное дыхание практиковал, но не уверен точно. Железное. Не знаю, Сергей, простите, что я прибиваю. Я думаю, тут не место меряется, кто чем, но если рассказывать про наркотики, то я про них знаю все. Все, что можно дать отрицать, но про наркотики. И могу вам сказать, что когда вам говорят, что психоделики или ЛСДшечка или все остальное это не наркотики, а это расширяет сознание. Послушайте, я последний 10 лет прожил в стране, где легалайся. Здесь трава в принципе, ты можешь курить при полицейском, можешь выращивать дома, можешь вступать в клуб. Трава. Причем трава разных сортов. Вплоть до того, что в наше время называлось хиткой. Это тоже можно. Также здесь можно купить ЛСДшечки, кислоточки, таблеточки, все что угодно, но только при одном условии, что ты заказываешь через интернет и платишь вот этим частями биткоина. То есть ты тогда не попадаешь под закон и тебе домой привезет курьер. В Испании это работает. За это тебя не поставят в тюрьму. Даже кокс тебе могут здесь привезти, если ты заплатишь биткоином. По поводу наркотиков, когда вам говорят, что это не наркотик, или там даже не то, что псилоцебин эти грибы или ЛСДшечка или кислота. Послушайте, это не то, что не наркотики, это смерть. Это самые настоящие наркотики. То, что от них нет физической зависимости, это не значит, что от них нет психической зависимости. Это не значит, что они не вызывают всякие шизоидные бреды. Это не значит, что они не вызывают потом вот этих измен, последствий, когда тебе потом уже приходят всякие флэшбеки. Понимаете, эту, ну, вот эта игра в расширение сознания, да, ведь просто, ну, просто надо понимать, да, что это действует на серотониновые медиаторы в мозгу, понимаете? У вас другие ощущения совершенно, и то, что у вас после этого нет уломки, это не значит, что вы не стали наркоманом. То же самое с травой. Я, когда мне было 16-17 лет, у меня не было никакой зависимости. Ну, я утром вставал, забивал и начинал утром с косяка. И так было много лет. До тех пор, пока с косяка, мы тоже считали, что ничего страшного. Это был конец 80-х, начало 90-х, когда вообще понятия наркоман не было. Поваренная наркомания началась где-то с года 91-92-го, когда пошел вот этот дешевый героин. Слава Богу, к тому у меня уже времени два раза передознуло, и я уже не мог употреблять ничего. Я год не мог выйти из комнаты. И когда мне говорят, что трава, или вот вот это вот грибочечки, или вот эту марочку с лопать, и ничего не будет, ни наркотики, я говорю, ребята, вперед, делайте, что хотите. Но это кончится плохо. Я говорю, из моего класса, из моего класса, мы учились, в самбо-70, у нас было 30 здоровых пацанов. Да, может быть, там десяток человек постреляли, зарезали, убили в лесу, потому что спортсмены, как бы вопросов нет. Но половина из моего класса закончили жизнь, у кого передоз, у кого суицид, у кого что угодно. И понимаете, в чем дело? И мы все начинали с травы, которые тоже не наркотики. На нее сейчас следить давай. Ладно, это слишком такая сложная тема. Я все. Ну, вообще-то мы тут для этого и собрались, так что как раз, мне кажется, мы тут что-то зацепили, Сергей, вот тут была тема важная. Я сейчас, прежде чем передать слово, а то нас минута давно ждет. Хочу сказать, что у меня, по крайней из первого класса, который я знаю, я в двух школах учился, ну, как минимум один, причем это мой близкий мой был товарищ, которого я хорошо знал, там до середины школы, он тоже покончил с собой, и он не был на наркотиках. Вот, так что тут, я к тому, что связь с наркотиками, тут очень, в общем, сложный вопрос, скажем так. Сейчас вторая вещь, которую я хотел сказать, тоже, что я увидел, мне кажется, это как-то играет вот с образом человека, то, что он рассказывал про свое. Я вполне допускаю, что это вообще постановка от и до, вот вообще допускаю. Но, что я хочу сказать, что постановки, вообще-то, если мы возьмем греческий театр, греческие трагедии там, да, и комедии тоже, это вообще-то, ну, можно сказать, основа и колыбель нашей всей культуры европейской. Например, какой-нибудь там царь Эдип никогда не существовал вообще, да, это как бы, ну, там, частично миф, частично просто, ну, там, творчество писателя. Но это не мешает тому, что он выражает какую-то большую истину. Помните, в «Вэз, значит, вендетта» была такая фраза там, когда героиня общается с ним, с героем, она говорит, что, говорит, мой папа был там в театре, и он говорил, что писатели используют ложь, чтобы рассказать правду. Примерно в таком духе он говорит. И, ну, это и есть, собственно, смысл архетипа. То есть, даже если он абсолютно постановочный герой, например, я, например, с большим удовольствием смотрел и пересматривал, собственно, ну, «Интритмент», да, пациенты с Полом Вестоном, который я доподлинно знаю, что это постановочное кино, но это не значит, что оно не несет для меня смысла и пользы. Поэтому, ну, мне, конечно, было бы обидно знать, чтобы, наверное, что это полная выдумка вообще от начала до конца, полный фейк, там, не знаю, составлено нескольких бусинок, между бусинками там натыкали красивых фактов и как бы сделали такой вот бренд для продажи. Но это не умаляет, мне кажется, ценности того, что я все-таки увидел. А мне кажется, я увидел кое-что важное, и он меня сподвиг к мыслям, не знаю, может, чуть попозже, если я когда сильно раскрепощусь, то я, может, поделюсь, что, собственно, я лично вот для себя, например, увидел в этом фильме, а я кое-что увидел. Не знаю, к сожалению или к счастью. У меня на полке стоит, опять же, сейчас еще раз пожалею, вдруг нас совершенно случайно, сейчас обращаюсь в эфир, вдруг нас совершенно случайно слушает Владимир Махров, может, все-таки вы могли бы нам подсоединиться и рассказать, так сказать, в медицинских терминах, имеет ли ЛСД какую-то, ну, разницу, скажем так, с классическими наркотиками, типа там марихуаны, героин, кокаин и так далее, ЛСД все-таки действительно какое-то другое вещество или у них абсолютно одинаковый принцип действия, только чуть-чуть разная химия, мне было бы интересно, но если вдруг он нас не слушает, то я завтра утром у него спрошу, потому что у нас завтра традиционная закупка продуктов. Бен Винута, прошу, пожалуйста, а то очень давно вас ждем. Камрады, приветствую. Добрый вечер. Нормально меня слышно, да? Значит, я хотел сказать то, что я, конечно, был удивлен, название фильма было как «Мудрость травмы», ну, или что-то типа того. Вот, честно говоря, про детскую травму я вот лично тоже ничего не увидел. Началось все с показания того, что человек подсел на наркотики, и вроде как это исход был его травмы. Вот, хотя совершенно непонятно, при чем здесь наркотики, каждый человек, он по-своему на что-то подсаживается, для кого-то это спорт, вот, кому не нравятся это наркотики, ну, то есть вообще здесь совершенно как бы не важно, да, дело даже не в конкретных там каких-то зависимостях. Понятно, да, что у одного там вещества зависимость может быть больше, у другого меньше, но, тем не менее, зависимости они все-таки есть. Есть еще какие-то там психологические зависимости, да, поскольку мы все живем в обществе, и нельзя сказать то, что мы прямо так, ну, есть там конкретные нон-конформисты, допустим. Вот, все-таки какие-то там социальные у нас зависимости есть, ну, и не зря мы, опять же, все собираемся, да, общаемся между собой. Вот, совершенно, опять же, непонятно было следующая сцена, где женщина рассказывала, что она каким-то образом ее там увез таксист, в общем, произвел какие-то насильственные действия, держал ее в заперти, вот, и мать не поинтересовалась, куда же делась ее дочь. Вот, мне кажется, это, опять же, какой-то намек на современную тенденцию о том, что насилие происходит. Ну, насилие, оно всегда происходит, если брать историю, всегда происходили войны, никуда они не девались, да, и насилие в этом плане тоже никуда не девалось. Я думаю, и в детстве каждый из нас, будучи ребенком, тоже с насилием в той или иной степени сталкивался, даже если не будучи непосредственным участником этого насилия, какое-то насилие мы наблюдали, и если покопаться, можно это вспомнить. Вот, дальше была еще следующая сцена, где другая женщина рассказывала о том, что ее бил отец. тоже, мне показалось, не очень правдоподобная такая ситуация, ну, исходя, опять же, из того, что видел я, обычно физически наказывали либо старшего ребенка, либо мужчину. Вот, но при этом, если в семье была там девочка, да, то ей никогда, ну, физически ее не наказывали. Вот, наказывали там только мальчиков, скажем так. Вот, в общем, очень-очень много противоречий, и, ну, я немножко разочарован в том, что название не соответствует содержанию. Ну, в принципе, все. Спасибо. Я у всех, ну, там, и тех, кто выступал, и следующих выступающих спрошу, кто-нибудь знаком с концепцией от Юнга, раненый целитель, Wounded Healer? Вы вообще не увидели в этом человеке раненого целителя? Думаете, что это чисто коммерческий проект и все? Ну, опять же, да, учитывая, скажем так, тенденцию последних 20 лет, когда появился интернет, когда вещать у нас стало не только СМИ, а, в принципе, любой человек, обладающий теми иными ораторскими способностями может собирать аудиторию, вот, в принципе, таких коммерческих проектов очень-очень много, и тут можно приплести все что угодно, там, начиная от мира во всем мире, да, заканчивая, как мы сейчас видим, чем у нас занимается, это прикрывается правами детей, вот. Хотя, на самом деле, на то, как растут дети, ну, по большей части всем плевать, да. Я, честно говоря, не увидел, да. Жалко, ну что ж, у нас третий человек разочарован в фильме, это уже какая-то тенденция прямо. Вадим, давайте. Ну, я немного так, я не разочарован в фильме, кстати, но из тех людей, кто выступал, сразу можно четко выделить такую штуку, что у каждого по-своему сработал некий триггер, вот, кто-то на наркотиках сработал триггер, у кого-то сработал на том, что человек этим зарабатывает. Кстати, почему человеку нельзя на этом зарабатывать, который сам через это прошел и знает, как это проходит, то есть, как бы, тоже вопрос. То есть, ну, я сейчас попытаюсь объяснить, почему такое, наверное, происходит, потому что фильм, кстати, построен действительно на правде, как это выглядит на самом деле, то есть, и я в фильме нового ничего не узнал, на самом деле, потому что все это описано уже, наверное, вот, даже книжка есть Лиз Бурбо, наверное, кто-то читал, если, то есть, как бы, формирование там травм, то есть, как бы, причем здесь почему-то указывается, что это некая одна травма без структурирования, то есть, как бы, разделение их на определенные типы поведения в дальнейшем, то есть, когда, то есть, определенная травма формирует будущую стратегию поведения человека, то есть, как бы, ну, и то же самое описано там в конструктивной теории неврозов, то есть, как бы, какие-то вещи, то есть, ну, там на три части поделено неврозы, то есть, различные типы поведения. Вот, об этом, кстати, и Брухаев говорит, то есть, сама травма формируется за счет того, что у ребенка возникает чувство незащищенности, то есть, в детстве, то есть, у любого человека она возникает из-за этого состояния, то есть, когда ребенок, вот, для нас, может быть, для взрослого человека кажется там, скажем так, это само, ну, то есть, как бы, ничего такого, когда ребенок там остается один в какой-то толпе или еще что-то и кричит, то есть, как бы, а у ребенка в этот момент формируется определенное чувство, вот, и закладывается определенная травма уже, то есть, как бы, и сама вот эта вот травма, она закладывается как раз вот в этом детском периоде, то есть, когда ребенок совершенно беззащитен и совершенно зависим от родителей, то есть, как бы, и уже тогда ребенок выбирает определенную стратегию поведения, вот, причем это один вариант, когда ребенок там, и ребенка бросили, То есть через что прошел сам персонаж в фильме. А есть ситуации, когда родители в принципе не принимают ребенка таким, каким он есть. То есть они не принимают его как некая личность, они его стараются переделать каким-то образом. И в этот момент ребенок понимает, что он такой, какой он есть, он не устраивает родителей. И он начинает отравщивать в психике другое «я» совершенно. И вот в мультиках, вот в этих там, это очень четко показано, когда там даже ребенок, ну маленький ребенок в другом взрослом человеке, потому что он играет, этот ребенок где-то там забитый в психике, то есть как бы его истинное личное «я», а он давным-давно пользуется выращенным «я», которое нравится обществу, которое нравилось их родителям. А потом этот ребенок вырастает и начинает также подстраиваться под это общество. Вот. И причем у ребенка формируется чувство вины, что с ним что-то не так, и что ему нужно измениться, и с этим чувством вины он дальше живет. Вот. И из-за того, что вот эта вот разница между «я», истинным «я» неким вот этим, и отрощенным новым «я», создается точка напряжения в психике, то есть дисбаланс возникает. И за счет вот этого дисбаланса, то есть как бы в психике возникают прочие зависимости, от которых человек получает некое спокойствие, то есть это некое, как это, в психологии называют, по-моему, компульсивное действие, то есть то, что его успокаивает, то есть приводит в некое стабильное состояние, то есть как бы это вот и покурить, это наркотики, это трудоголизм. То есть он там-то, там это все даже перечисляется тоже, то есть как бы, вот, потому что он нового-то, в принципе, ничего не сказал. С одной стороны, польза фильма это вот в том, что, чтобы привлечь людей к пониманию этого процесса, этих процессов, потому что, сняв чувство вины, вы снимаете точку напряжения, что с вами что-то не так. А если вы не снимете точку напряжения, вы обязательно придете к некому конфликту в психике, то есть как бы, и этот конфликт выльется вот в форму какой-то зависимости, вот. И в фильме это, кстати, очень четко так показывает. С другой стороны, он построен действительно вот по вот этим канонам, тем более сейчас вот этот вот менталитет жертвы, он очень сильно воспитан в западных культурах, у нас, в принципе, тоже очень сильно. То есть играют вот на поведении жертвы, то есть когда человека жалко, и там его история рассказывается, он такой тоже классическая такая жертва, потому что у него даже взгляд этот вот, такой вот опущенный взгляд, потухший взгляд. То есть как бы, с другой стороны, он хорошо понимает людей, которые через это пришли. И когда эту травму разворачиваешь, ты начинаешь этих видеть людей полностью, то есть без чувства вины. Основная проблема – это непринятие ребенка в детстве родителям. И после этого, то есть когда тебя не приняли, у тебя возникает вот эта вот проблема. А он, когда беседует с людьми, он начинает их принимать, что позволяет, он старается видеть людей за пределами его вот этого отрощенного я, истинные легкие личности. И тогда человек начинает по-своему как-то излечиваться от этого. С другой стороны, там вот показана вот эта такая вот замечательная картина ремиссии вот этой вот, что раковая опухоль прошла. В интернете, кстати, по этой теме тоже информации очень много, и что за счет того, что запускаются вот и деструктивные механизмы, дисбаланс психики запускает деструктивные механизмы уничтожения тела, да. И одним из способов уничтожить тело, то есть как бы являются вот и раковые опухоли. То есть как бы если этот дисбаланс психики якобы уничтожить, то есть развернуть, убрать, то пойдет вроде как и ремиссия. Но это тоже на уровне таких вот подтверждений этому ничего нет, но как бы есть информация о том, что гнев и там прочие вещи, то есть внутренние, то есть накопленные за счет того, что у тебя, ты хочешь делать что-то одно, твою истинное я хочу что-то делать одно, а тебя общество заставляет делать что-то другое, то есть как бы вот, где вот ему он задает даже вопрос, вы слишком часто делаете для людей что-то, чего сами бы, например, не хотели, но вы хотите это делать, чтобы вас любили, а вас продолжают не любить, и вы из-за этого накапливаете некий гнев, этот гнев внутренний, он как раз и начинает убивать. Вот, ну это вот такие вот вещи связаны между собой, может быть, я где-то как-то что-то неправ. Вот, психоделики, они делают, я насколько знаю, у нас, наверное, психотерапии, они не используются, а вот в Америке они используют, у кого есть там лицензии какие-то определенные, насколько я понял, они пользуются психоделиками для снятия вот этого вот принципа, то есть если вот на простых вещах объяснять, так же, как тот же самый алкоголь, он снимает некую осуждающую часть, которая в психике, которая заставляет тебя соответствовать поведению в обществе. Бывает так, что пружина затянута настолько, что человек, как говорится, тот, который внутренний, накопленный с гневом, то есть он вылазит, и они разные становятся очень сильно, то есть, грубо говоря, ты вот в пьяном состоянии такой, как говорят, а вот типа трезвый, как нормальный человек, а как напьется, так вообще трындец, это говорит о том, что человек очень долго-долго-долго-долго вел себя не так, как хотел, и поэтому вот эта пружина потом стреляет, и получается не очень хорошо. Ну, наркотики, реклама наркотиков, конечно, тоже не стоит делать, говорится, но это как способ, они, наверное, как способ используют для того, чтобы найти контакт со своим истинным я, потому что, когда человек долго очень живет в отрощенном вот этом я, он, в принципе, внутреннее свое я вообще, он не может с ним никак соединиться, он не видит ни чувств, ни эмоций или еще что-то, то есть, как бы, которые он проявляет, он их просто блокирует на, ну, то есть, на подсознательном уровне уже очень быстро, и даже не может их отслеживать. Вот, это вот чисто такие вот вещи, то есть, как бы, если... А по людям, которым там, в принципе, описаны и показаны, то есть, он даже, в принципе, даже вот этой девушке говорил, то есть, как бы, которая говорила про изнасилование, таксист этот не просто так выбрал вас, то есть, он вас видел, готовых к этому, то есть, это такие классические жертвы, которые, грубо говоря, если она одела короткую юбку и пошла в темную, как говорится, темную ночью по каким-то там бандитским районам, это, грубо говоря, ну, то есть, будешь ожидать того, что ты будешь изнасилован. Видно было, что семья неблагополучная, то есть, как бы, мама вообще забыла про ребенка, это говорит о том, что мама, в принципе, ребенка не принимала, то есть, это травма, вот это непринятие ребенка в детстве, вот, и они там с подружкой сбежали, причем, я так понял, подружка это была... там, ну, если слушать по-английски, по-моему, girlfriends, то есть, как бы, это не просто подружка, это была пара, то есть, как бы, двух лесбиянок, насколько я понял, как говорится, вот, то есть, там сразу видно, что дисбаланс психики очень сильный и серьезный, то есть, как бы, и результат, как результат, вот, что с ней произошло, то есть, как бы, вот, и основная-то проблема, это непринятие ребенка в детстве самим родителем, а у нас-то, вот, даже если брать концепцию семьи нашей, то, что сейчас происходит, это вот, сначала у ребенка отобрали одного родителя, то есть, как бы, папу, да, сейчас у ребенка остается один родитель, и он очень сильно зависим от этого родителя, его, и в его психике уже формируются определенные, то есть, им легко манипулировать за счет этого, за счет того, что в нем чувство вины можно очень легко посадить, а женщины этим очень, кстати, хорошо пользуются, вот, потому что по-другому они не могут некий авторитет построить у ребенка, а тем более у мальчика, там даже зависит от того, какой тембр голоса, то есть, как бы, почему-то вот ребенок воспринимает отцовский голос гораздо, как сказать, авторитетнее, чем женский, потому что он ниже, а уж тем более, когда это будет мальчик на определенном этапе взросления, то есть, как бы, вот, такие вот вещи, то есть, как бы, и вот сейчас вот то, что делают, на Западе даже сейчас вот могут у ребенка отобрать и второго родителя, то есть, если он вдруг захочет, там, поменять пол, это вот эта вот история, которая у вас на канале есть, поэтому задача какая сейчас вот, они специально делают неких таких вот невротиков, то есть, они разрушили семью, отобрав двух родителей практически у ребенка, сейчас отберут еще одного, то есть, как бы, наделив ребенка полностью правами, вот, и это, наверное, наше будущее, то есть, ребенок еще больше будет травмирован, грубо говоря, а травмированным ребенком легко управлять, это уже такой момент. Дальше, удобный для государства, я бы сказал, то есть, как бы, вот, так что, пока, наверное, все, все, что сказал по этому поводу. А так фильм, мне кажется, хороший, а как еще привлечь внимание человека, который вообще, например, никак не посвящен свою проблему, то есть, как бы, и который чувствует, испытывает чувство вины, и из-за этого у него прет агрессия. Я с такими людьми встречался, вот, из-за того, что он внутри себя обвиняет, обвиняет, он постоянно пытается эту агрессию на кого-то перекинуть, и вовне, вот, и пока он не перестанет внутри себя обвинять, то есть, как бы, этот человек будет продолжать агрессивным быть, то есть, как бы, и это его травма, то есть, такая вот сформированная, вот, поэтому фильм он просто, конечно, с одной стороны показывает, но с другой стороны, как привлечь внимание простого человека без дополнительных каких-то терминов, без углубления или еще чего-то. да, возможно, он зарабатывает этим деньги или хочет заработать этим деньги, как психотерапевт, то есть, как бы, качественно снята анимация красивая, мультики, все это замечательно, но за счет этого, наверное, и привлекает внимание друг простых людей, грубо говоря. Так вот, у меня, наверное, все пока что. Спасибо. Мне захотелось процитировать. Очень запомнился из фильма «Остров проклятых». Там доктор говорит, это же, по-моему, в каком-то касте это использовал в качестве… А, по-моему, даже было как раз касаемо травм. По-моему, каст назывался «Вторичная выгода травмы». И не психолог, но такое тоже иногда создавал на ютюбе. Он говорит, вы знаете, говорит, что травма – это греческое слово, означающее рану. То есть, это по-гречески рано. Знаете, говорит, как по-немецки будет слово? Что означает по-немецки слово? А, сон, сон, говорит, по-немецки. Ein traum. Травм, и по-немецки. То есть, типа, что, в общем, травма создают монстров, и вы ранены, Маршал? Ну, это главный герой там в фильме. Да, то есть, как бы, это вот, кстати, есть такой термин, да, вторичные цели травмы вот этой, то есть, как бы, вторичные цели психики. То есть, она пытается донести до тебя, что ты что-то делаешь не так, грубо говоря, ну, то есть, каким-то деструктивным действием, то есть, еще чем-то. Да вот, кстати, этот Капранов рассказывал, что человек впадает в депрессию, то есть, как бы, депрессия – это состояние организма, когда он пытается донести, что ты что-то в этой жизни делал не так. Если ты не изменишь поведение, то есть, как бы, не подумаешь, что что-то делал не так, не выкинешь из жизни сценарий поведения, который тебя приводит к этому, то тебе нужно будет… Ты углубишься в это состояние депрессии еще больше. Потому что такой момент тоже интересный. Вторичные цели, да, этот травм… Вторичные выгоды. Вторичные выгоды, да. Но есть один товарищ на Ютубе, который говорит, что это не вторичные, по сути, то есть, как бы, а это именно цель тебя как-то привлечь к этому вниманию. То есть, как бы, эта задача, по сути, психики – успокоить тебя. А это не вторичная цель. Это одна из первичных целей, чтобы ты ничего-то другого не натворил. Грубо говоря, если человек, у которого есть привычка курить, отобрать сигарету, он начинает очень сильно нервничать. И в результате этого своего нервного состояния он может кучу делов натворить. За счет этого психика его успокаивает. То есть, это как такой этот костыль некий. Но копать нужно вот именно в том месте, когда возник этот костыль, из-за чего. Вот. Как-то вот так вот. Мне кажется, костыль – очень точное слово. Оно, по сути, именно этим и занимается. Все эти механизмы, они для чего? Они для того, чтобы позволять выжить там, где другим способом выжить было нельзя. И какой именно будет костыль – это уже индивидуальная вещь. Одна из методик психотерапии, насколько я знаю, это поблагодарить свою психику, что она когда-то выбрала данный костыль. Потому что, если бы она это не сделала, грубо говоря, не обвинять себя в том, что ты куришь и что ты плохой. Ну, то есть это, наоборот, плохо влияет. А поблагодарить, что она выбрала данную стратегию, потому что на тот момент данный выход и данная стратегия поведения была самая оптимальная, и она сделала правильно, то есть как бы с одной стороны. То есть вот таким вот образом. То есть лазейка такая интересная. Так, по-моему, именно такой эпизод был в фильме конкретно, когда он говорит про депрессию, когда он с человеком работает. Да, я говорю, что депрессия – это было твое достижение, а не провал. Фильм правильный в одном смысле. Но он так это поверхностно все захватывает. Но для простого зрителя действительно оно возможно и поверхностно. Если кого-то триггерит действительно, то есть это стоит обратить внимание, что где-то в этом месте. То есть поставлен блок, но проблема не решена, то есть осталась нерешенной. Мне кажется, фильм все равно в этом плане хороший. У кого-то проблема с деньгами. Это, кстати, вот момент по поводу непринятия. Могу сказать такую штуку, что у людей, у которых есть травма, некое непринятие, то есть родителями когда-то в детстве, они очень ревностно относятся, когда их лечат за деньги. То есть что они должны за это какие-то деньги заплатить. Потому что они считают, что это из категории некого… Это такой родительский паттерн, что меня должны любить и лечить бесплатно. То есть как бы вот… И когда с человеком работаешь, то есть им не нравится, когда люди на этом как-то зарабатывают деньги, зарабатывают какие-то большие деньги, их начинают триггерить. Это травма, некое неприятие. То есть как бы… Причем когда из разряда, наверное, вот такой вот момент могу привести, это из моей семьи, с моей семьей связано, с моей семьей связано. То есть человек, например, женщина приходит в этот, вот как к психотерапевту, он ей рассказывает все, что как делать, то есть как бы что у вас за проблемы и так далее. То есть и как только… Как это там… Она ему говорит спасибо, то есть результат был такой, что как это… Это было по знакомству, по сути. То есть была возможность сходить к психотерапевту, то есть она сходила, то есть как бы… Он ей расписал все, что и как, то есть как бы… И как только она ему говорит спасибо, он ей отвечает, спасибо, на хлеб не намажешь. Чем сама вот… Женщина сказала, что он полностью обнулил всю ту информацию, которую он мне дал. То есть информация, которую он давал, если бы он давал-то за деньги, она бы просто ушла бы в никуда, в некий блок. То есть как бы… То есть человек не воспринял бы эту информацию, потому что это фильтр восприятия некий. То есть он автоматически фильтрует информацию, которая идет за деньги от психотерапевта. Потому что его должны принимать, безусловно. Безусловно, это значит любовь. А значит, у человека есть некая травма вот этой вот недолюбленности, то есть непринятия родителями полного. А ребенок это вычисляет вообще на раз. То есть если ребенком что-то не так, его каким-то образом такого не принимают, он как-то вот… Как это… Он в фильме даже приводит разницу. То есть родитель меня ругает или еще что-то, или родитель меня бьет. Что-то не так с родителем, он не может так подумать, потому что он от него зависен. Это родитель. А значит, что-то не так со мной. У него довольно простая логика получается у ребенка. И ребенок начинает автоматически себя винить в чем-то. И вот так воспитывается вот это чувство вины с самого… В детство закладывается. А когда ты сам себя винишь в чем-то, ты подсознательно ищешь, чем себя наказать. Это вот изнасилование, тюрьма и так далее и тому подобное. То есть ты обязательно куда-то в тюрьму сядешь, потому что это способ тебя наказать, потому что ты изначально себя с детства чувствуешь вину, в вмененную вот эту вину. Ну, это вот механизм такой забавный. Ну, не совсем забавный, но вот он как-то вот связан с воспитанием и с конфликтами в семье. Вот, ладно, все, а то я заболтался. Мне показалось, что вот про вопрос с деньгами, с психотерапевтом – это какой-то дополнительный комплекс у пациента, скорее, чем проблем психотерапевта. Меня, например, наоборот, меня вопрос с деньгами скорее освобождал, потому что я очень не люблю чувствовать себя, например, обязанным за что-то, когда ты сделал, тебе что-то сделали, и ты не понимаешь, что ты должен взамен заплатить, что они попросят за это. А тут совершенно конкретный прайс. Вот, например, ты час провел, энную сумму заплатил, все, как бы счет рассчитан, все, и никаких претензий нет. Меня, наоборот, это освобождало. То есть я не пытался, не знаю, как так получилось, может, я просто пришел уже прошаренным к терапевту первому в своем жизни. Я никогда не ждал от него любви. Я ждал именно профессиональной помощи, да, ждал, что там, что слушать будут, там, что будут реагировать, там на мои нужды реагировать и так далее. Мне кажется, это довольно далеко от любви как раз. Я как раз воспринимал его как врача, скорее. То есть я типа, я как врач, платный врач, я покупаю определенные услуги у этого врача, и вот этот врач делает определенные действия. Мне казалось, это спокойно, и все. Ты заплатил, как бы ты снял с себя все. Хороший пример, между прочим, вот как раз хороший контраст, который, мне кажется, хорошее отношение имеет к этой теме. Когда какая-нибудь женщина по доброте душевной вдруг взяла и решила оказать вам подобные услуги, вот выступить чем-то вроде психотерапевта. Если у вас не оговорена цена, а у вас, скорее всего, не оговорена никакая цена там за час, то, грубо говоря, она будет ожидать в оплату, ну, скажем так, вашу душу и жизнь, в общем-то. То есть вы теперь обязаны по группе жизни, там, в том числе, значит, и, ну, жениться и умереть в один день, да? А вот психотерапевт таких не ждет от тебя ничего, он хочет только, чтобы вы ему заплатили, там, в час энную сумму, и все. И как бы на этом закончил. Даже на следующий месяц скажешь, что я что-то решил, что у меня пока пауза, пауза я не хочу, в общем, мне хватит пока. Ну, любой психотерапевт пожмет плечами, скажет, ну, окей, хорошо, дайте знать, когда снова решите ходить, все. То есть такое, мне кажется, путать это с любовью, мне кажется, это какая-то отдельная травма, по-моему. Тут есть такая штука, да, то есть если вот брать, например, ну, сейчас залезу немного, вот конструктивная теория неврозов, Карен Хорни, то есть она описывает там три типа основных. Агрессивный, подчиненный и отстраненный. Вот, вот подчиненный, например, тип невроза, это движение к людям, то есть недолюбленность и попытка постоянно угодить, то есть, грубо говоря, то есть ребенка, например, в детстве постоянно ругали там или еще что-то, и как это там, он постоянно пытался, он выбрал стратегию угождения своему родителю, потому что его истинное я некое не принимают, и он отращивает некое я, которое начинает подчиняться и постоянно угождать, вот. И взамен этого он ждет некой любви, то есть, но для него стоит любовь за деньги, то есть, как бы, механизм какой, то есть он дальше с обществом точно так же общается, то есть он в некое доверие, например, с психотерапевтом, когда он входит, то есть, как бы, он считает, что психотерапевт должен по-человечески к нему относиться, с учетом того, что он доверился, и он, как бы, то есть там вот выделение некой роли для психотерапевта, то есть, и, соответственно, если он начинает за это просить деньги, которые он не готов отдать, или еще что-то, то есть, как бы, то это не принятие его опять, то есть у него запускается тот же цикл травмы, то есть, как бы, его опять не приняли, то есть, и в этом случае бывает так, что терапевт, как говорится, козел вообще никогда не понимает, и я пошел от него, то есть, как бы, вот, это такой момент, эти люди часто, кстати, даже с друзьям, вот, они обращаются за некой помощью, и они считают, что, как бы, вот тут нужно помочь, и просто так, и они часто начинают этим пользоваться, вот, то есть, это такой вот подчиненный вариант невроза, то есть, как бы, такая своеобразная травма, вот, как бы, вот. Ну, друзья, тут лишний раз, наверное, стоит об этом упомянуть, друзья, особенно близкие друзья, они, собственно, показывают вам, кто вы есть, поэтому, если у вас друзья, которые ожидают от вас, скажем так, психотерапии бесплатной, то это, в общем, говорит о том, кто вы, как вы себя ведете по отношению к миру, что вы такая, как бы, жилетка, которая границ не имеет, не может их выстроить четко, вот. Ну, на примере, например, могу, вот, из своего опыта сказать, то есть, работал с некими людьми, то есть, я, как бы, так тоже непрофессионально, то есть, я какие-то вещи пытаюсь людям разъяснять иногда, и вот, есть человек, например, который хочет разобраться и понять, и у него есть движение в этом направлении, а есть человек, который приходит только за тем, чтобы получить обнимашки, грубо говоря, то есть, вот так, то есть, если метафорично как-то выражаться, то есть, ему не хватает общения, то есть, и потому, это сразу читается, когда ты человеку уже говоришь одно и то же, вот, в тех же самых ситуациях, а он не помнит этого даже, потому что в данный момент, то есть, у него выключается работа над этой травмой, то есть, он дальше не хочет работать, то есть, и нужно найти некую лазейку, чтобы обойти вот это, потому что он информацию просто фильтрует, он пришел не для того, чтобы увидеть что-то в себе, то есть, увидеть вот эту проблему в себе, а он пришел просто, чтобы рассказать тебе об этом, и чтобы ты послушал, и в психике есть такая штука, то есть, как бы, когда вот если, можете даже сами попробовать, то есть, как бы, у кого интересно, то есть, когда мы что-то кому-то рассказываем, психика считает, что эту проблему сейчас кто-то начнет решать, то есть, скорее всего, это некий детский паттерн, вот этот вот, когда мы родителям на что-то жалуемся, они нам что-то, ну, то есть они исправляли каким-то образом проблему. И это работает. То есть когда мы кому-то на что-то жалуемся, то есть как бы психика разгружается, считает, что данную проблему сейчас кто-то начнет решать. Вот. Но это временное облегчение, потому что проблема не решается, и человек приходит снова за тем же самым процессом. То есть он приходит к тебе за облегчением, но он не собирается решать проблему. То есть он приходит к тебе за таблеткой, которая снимает симптомы, а не лечит саму болезнь. То есть как бы не опускается на уровень травмы. Я так могу только предположить, но я так предполагаю, что это и есть граница, которая разделяет профессионального доктора, специалиста по вопросу, от любителя. То есть, грубо говоря, любитель, он реагирует бытовым образом на любые запросы. Он реагирует чем-то, чем привык реагировать, из обычной жизни, без какой-либо рефлексии, профессиональной, без понимания глубинных механизмов. Специалист, как мне кажется, именно и должен понять, что вот этот человек, он сейчас это говорит просто, чтобы получить поглаживание, и все. Это просто означает, что ему нужно что-то другое. Для него стандартный подход не годится. Нужно что-то другое делать. Другую лазейку найти. Да, ну не лазейку там, ну не какой-то ход там, не знаю, в общем, нужно какой-то найти к нему подход правильный. А бытовой человек, он просто не знает этого, и все, поэтому он не может дойти к нему другое подход. Он может повторить только еще раз. Типа повторил, и все, тут ушел. Повторил, ушел, повторил, ушел. А доктор правильный, он должен как бы нажать нужную точку, куда именно будет реакция. Даже если она негативная будет реакция, он должен что-то такое вот сделать. Но когда ты пришел, заплатил доктору, ты знаешь, что возможно негативная реакция. Ты подписался на эту негативную реакцию. Потому что когда, например, я говорю, что вот у тебя на это будет негативная реакция, будь готов к этому, то есть человек уже подписывается на это. Он понимает, что сейчас будет что-то не очень хорошее. Потому что в любом случае, когда ты опускаешься до уровня травмы человека, то есть это страх. Потому что в тот момент, когда она формировалась, у человека в этот момент, то есть он чего-то боялся. И психика начала его защищать. Выбирать там компенсивное действие для успокоения, еще что-то и так далее. И когда он наедине становится со своей травмой, со своим страхом, ему страшно. И вот тут ему нужен некий костыль. И вот в момент, когда человек опускается со своей травмы, то есть если ты ему очень сильно, как говорится, грубо говоря, нажмешь на больное место, в нем вызовется агрессия, потому что страх защищается агрессией. То есть как бы жутко агрессивный человек, как правило, это человек, который очень много чего боится, грубо говоря. Он этим пакует свою свой некий страх вот и туда вот как бы момент такой есть когда ты приходишь к терапевту и плачь когда тебе вот поэтому как бы здесь здесь вот такой момент и когда к тебе приходит друг товарищ которому ты вроде хочешь сказать что и где не так вот он может агрессивно среагировать и сказать что ты не друг не больше тем не менее он агрессивно среагировал и он не пустил в это свою травму то есть он опять защитился грубо говоря от нее то есть он включил защиту и ты теперь не друг все то есть как бы то есть он не допустил эту информацию во внутрь себя то есть на уровне психики там ну подсознание это вот так вот работает обычно сейчас у нас тут александр руку поднял я просто хотел перед александром сказать что честно говоря про лис бурбо я весь фильм ожидал что будет проговорено это имя будет сказано лис бурбо потому что когда там не на первые там 15 минут прошли фильмы я думаю сейчас он скажет он должен сказать и за весь фильм он так нет ни разу и не сказал я несколько удивился но вряд ли он не знает а лис бурбо наверное он слышал как меня там дело в том что вот я когда начал читать все вот эти неврозы то есть как бы вот про лис бурбо если у них у каждого вот у каждого исследователя да например психоаналитика есть некая это назвал абстрактная схема понимания то как устроено для я вот какое-то время свою выстроил то есть у меня свое восприятие то есть она у меня более в картинках я могу по-своему это расписать то есть как бы ну вот но у них у каждого своя схема как это представление вот этого всего то есть но если их вот объединить в них во всех есть что-то некое общее то есть они все перекликаются некими связями то есть связями то есть как бы там грубо говоря вот это лис бурбо 5 психотравм то есть как бы берем конструктивную теорию неврозов там три невроза и в каждый в каждой невроза пихиватьonce по-две психотравмы то есть кроме кроме одного то есть на в diferente набранный невроз там одна психотравма только вписывается то есть там есть все вот эти параллели они просматриваются про это как говорится если брать другие исследования там и юнга и все остальное то есть это все можно соединить некое общее знание то есть как бы но каждый человек, исходя из своего мышления, выстраивает свою схему понимания вот этих вот травм и всего остального. И вот у него тоже он без конструктивизма какого-то такого, без структурирования вот этих травм, он просто говорит, что это травма. Какая травма, когда нанесена, чем, почему, то есть просто более общее это все. Ну, в фильме, да, я тоже думал, что-нибудь где-нибудь прозвучит, но нет. Там фильм о нем просто, поэтому, наверное, там не должно было звучать чужих фамилий. Ну, там, во-первых, там промелькивали все-таки люди другие, там был какой-то там еще нейрохирург был, который говорил, что по теме были люди, которые работали там с бездомными, да, с преступниками, в том числе с пожизненно сидящими. Но это не конкурент, это другая область. Не, не конкурент, я к тому, что просто не единственная его была точка зрения, а он мне как небо казалось, не знаю, я вот, ну, наверное, такой длинный фильм впервые видел, вот, чтобы был ему лично посвящен. Мне показалось все-таки, что именно, что это уникум некий, то есть вот он видит людей именно сквозь свою конкретную призму, скажем так, и с этой призмой он умеет кое-что делать. Я вообще увидел массу параллелей вот с предыдущим фильмом, который я выложил на канал, который называется «Бак», собственно, мне показалось, что это, ну, просто прямая параллель, только тот как бы своего фокуса внимания направил на лошадей, а этот на людей, и все. У него книжка, которая промелькивает, я не читал его книг, честно говоря, даже не видел таких книг, на книжке написано, что он МД, МД, то есть это доктор, медицинский доктор, medical doctor, то есть это не какой-нибудь там психолог там или кто-нибудь такой, это человек, который, ну, медициной, занимается такой хардкорной медициной, типа вот доктор Хаус, вот пример, Хаус МД, то есть он терапевт, да, и он занимался, значит, ну, как это называется, general practitioner, ну, в общем, терапевт по-нашему, да, по-русски это будет называться, и плюс паллиативной медицины, то есть он имел отношение к тем, у кого неизлечимые заболевания, кому ничем помочь нельзя, кроме как облегчить некоторые там страдания, да, я также увидел некоторые параллели, вот, фильмы, рекламировал фильмы, я даже выкладывал его на Первом темном, он был, как он, Кованом озвученный фильм про тибетской книги мертвых, там была секция, где рассказывалось про работу с умирающими, да, то есть люди, которые просто умирают, они знают, что они умрут, там, от рака или еще от чего-то, и мне показалось, что очень родственное, в общем-то, просто как бы, ну, как бы угол другой, но, в общем-то, в принципе, направление, в общем-то, похоже, на самом деле, как он работает с ними, и вот этот человек, с которым он этот ауяк, ауяк все это пробует, да, он тоже, я так понимаю, на грани стоит, то есть то ли будет он жить, то ли нет, в общем, вопрос такой, и вот он специализируется по таким людям, да, он умеет с ними работать, и по нему видно, что он как бы, он не просто так этим занимается, у него на лице написано, что, в общем, у него, ну, богатый жизненный опыт на эту тему, то есть он... Могу сказать такую вещь, что вот, если бы меня лет, там, наверное, 10 назад, то есть как бы сказали, что у меня вот это, вот это, вот так вот, то есть я бы на это не обратил внимания, но, то есть когда ты вот прочитаешь, грубо говоря, будешь работать с собой, найдешь свою вот эту проблему, травму, неприятие, то есть как бы прочитать, прочитав вот эти вот некие книжки Лиз Бурбо, там, теории неврозы и так далее, и когда ты начнешь контактировать, например, со своим истинным я, ты начинаешь в других людях видеть это то же самое, то есть, грубо говоря, ты когда приближаться начинаешь к своему истинному я некому, ты начинаешь видеть какие вот эти все ложные я, которые отрощены людьми в детстве в определенном, для того, чтобы, ну, то есть для того, чтобы их принимали, и ты это видишь в людях потом очень хорошо, то есть если человек прошел через эту травму, то есть он эту травму будет хорошо видеть в других людях, потому что каждый человек, по своей сути, он эту травму прячет, и порой через некие вот эти вот диалоги и все остальное он о ней кричит, то есть все, о чем человек говорит обычно, это некая попытка прикрыть, защитить свою вот эту вот когда-то некую нанесенную травму, то есть почему она становится некой такой судьбоносной, потому что мы живем из-за нее, то есть как бы, ну, то есть она нас направляет, по сути, то есть как бы и у нас свобода воли, то есть сразу снижается, потому что у тебя только одна стратегия поведения, потому что другая она приводит к некому страху, и этот страх очень тяжеловато преодолеть, потому что он страх, он в детстве остается, То есть мы уже здесь говорили, что человек в эмоциональном состоянии застывает на уровне ребенка того, в том детстве. И разворачивание этой травмы ты начинаешь видеть в других людях. Эту фигню я тоже в людях стал очень хорошо замечать, когда со своей травмой, как говорится, начал работать. И, как говорится, я одного человека вытаскивал из этого. Но тут есть такой момент тоже. Если человек не хочет, там бесполезно тянуть. То есть если он ходит просто к тебе за тем, чтобы, как говорится, получить некую дозу любви, то есть вот этой недолюбенности, отверженности в детстве и так далее, то он, значит, еще как-то не готов с этим работать. Значит, его еще не прижало. То есть не прижало настолько, что он ищет другой способ найти выход из этого. А вот по фильму, то есть если того товарища показывают, то у него уже там крайний случай, четвертая стадия рака, то есть его уже как бы прижало, что он хочет другой способ найти. То есть он всю жизнь пытался для людей что-то делать, там он об этом даже говорит, но не для себя. То есть он всю жизнь положил, как это, принес себя в жертву. И это и есть вот оно, то есть жертва. И он ему пытается из этого состояния жертвы вытащить. Как когда-то сам доктор этот, скорее всего, был в состоянии этой жертвы. Поэтому он легко вычисляет этих жертв. То есть он даже показывает на вот этих вот девочках, которых изнасиловали, там не изнасиловали. То есть таксист видел, кого он выбирает, вы жертвы. То есть а менталитет жертвы сейчас он очень вот так вот легко воспитывается. Достаточно создать чувство незащищенности ребенка в детстве. Все. Готовый будущий невротик. Ну он, в общем-то, о виктимологии говорил, хотя ни разу это слово не произнес. Но, в общем-то, об этом. Так, у нас Александр давно ждет слово. Александр, давайте выступите уже. Секундочку. Так, приключился я. Да, еще футбол параллельно смотрю. Да, тут как раз гол забили. Так, вот такой вот вопрос, как бы, ну, по репликам. Насчет того, кем вот он был. Он, кстати, я посмотрел тоже, что в интернете про этого специалиста сказали. Он, оказывается, еще, кроме этого, и педиатром работал. То есть с детьми он работал достаточно много, видимо. На фильме этого не было. Но, тем не менее, такой вот момент есть. Вот. Насчет этой терапии, тем людям, которые умирать должны через какое-то время. Ну, в принципе, в такой ситуации, на самом деле, мы все находимся. Через какое-то время нам всем умирать придется. Тут вопрос просто во времени. Кто-то это осознал, когда у него болезнь там накатилась, или еще что-то случилось. А кто-то достаточно в раннем возрасте это осознал. Просто вопрос во времени. Мы все в такой ситуации находимся. Поэтому, в принципе, и нам всем такая терапия нужна. Так, Сергей тоже вот про женщин. То, что Сергей сказал, что там женщина готова, типа, ну, выполнять функцию психотерапевта в обмен на все, как бы, и так далее. Ну, извините, таких женщин я вообще, вот, если честно, не встречал. Ну, могут там как-то вот приласкать там какое-то материнские чувства вдруг, попытаться симулировать и так далее. Ну, чтобы кто-то слушал твои проблемы там или еще что-то, ну, извините, этого нету. Вы же сами, Сергей, говорили, у вас ролики замечательные. Потому что, в общем-то, женщинам редко кому-то свойственно пытаться мужские чувства как-то вот, ну, воспринять и пережить, и как-то принять их. Извините, ты мужчина, ты должен сам бороться со своими проблемами, иначе ты не мужчина просто. Вот с этим постоянно сталкиваешься и как-то к этому привыкаешь, и ничего уже не ждешь другого от них. Есть женщины-спасатели. Ну, это еще хуже. Спасатели это еще хуже. Это они начинают лезть и все прочее во все, там, пытаться спасать, высушить. Да, это не надо нам, спасателей. Как-нибудь так разберемся. Я скорее говорил, давайте два слова скажу, я скорее говорил не про спасателей, а вот есть такое выражение, возможно, вы слышали, когда женщины между собой обсуждают, они говорят, у них такое есть выражение, фраза такая, я его отогрела. Слышали когда-нибудь? Я его отогрел. Да, да, поднимаю. Вот, вот, вот я про это говорю. Когда она говорит отогрела, это означает, что она как бы, ну, оно, в общем, компенсировало, грубо говоря, некие его там травмы или выступило, не знаю, там, комплементарным ему, не знаю, тут разные женщины по-разному, кто-то действительно выступает с неким лечением, это более сложный процесс, кто-то просто выступает, как бы, как бы ключ к замку, да, просто подошла и все. Но, 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 да, но взамен они хотят после этого, они хотят же не просто так, типа, она пригрела и все. Нет, это не про это. Когда говорит отогрела, это имеет суть для себя отогрела. То есть, типа, она планирует, в общем, ну, как минимум завести детей там и прожить, ну, не знаю, лет 10 хотя бы, плюс-минус. Там цикл, она будет планировать отогревать его еще много-много лет. То есть, за счет этого, это тоже определенная травма, то есть, за счет этого она свою самооценку повышает, за счет того, что, то есть, как бы, грубо говоря, человека держат на определенном уровне ниже себя. Это тоже, ну, короче, это проблема с гордыней тоже. Ну, ладно. Ну, я, по крайней мере, слушаю. Ну, в общем-то, нет, в общем-то, да, но я просто хотел сказать, что я вот именно про это говорил явление, а не про, там, какой-нибудь женщина-друг села, поговорила, там, типа, не знаю, привела тебя в порядок и ушла по своим делам. Нет, я не про это говорил. А я добавлю, подружки, так, друг друга, они вот подружками собираются, они друг друга уже жалуются, они так компенсируют вот эту психику свою, то есть, они им легче становятся. Все, короче, я замолкаю. Вот. Сергей, я просто хотел сказать, у меня еще проще было. То есть, мне одна барышня заявила, я вот тебя приласкаю, типа того, что, ну, ты мне, извини меня, периодически определенную сумму, давай я тебя буду ласкать. То есть, вот так. Да, даже до такого доходило. Сумма, в принципе, не очень большая была. Это проституция. Нет, нет. Нет, почему? Ну, в общем-то, это психология. Если бы она соблюдала кодекс морального психолога, то это просто психотерапия. Но я бы хотел сказать, что, ну, полиция с опыта, что деньгами дешевле, в общем. Так что, если просят деньгами, лучше отдать, будет дешевле. Сергей, лучше к профессионалу обратиться. В таком случае, а не к ней. Вот так вот. Ну, это самое лучшее, конечно, да. Хорошему профессионалу, да. Если уж деньги хочется на это потратить, то лучше профессионалу их отдать, а не, извиняюсь, женщине, которая умеет, скажем так, эмоциональную определенную разгрузку и маму у себя построить. Вот так вот. Вот. Ну, тоже. Вот тут у него в фильме прозвучало всякие медематозные лекарства и прочее. Начинал как бы отрицать, что это основную проблему, не решает, что там травмы и прочее, что все это от этого идет. Но это тоже как бы не совсем правильно, потому что есть вот как бы уровень физических болезней, есть уровень психических болезней, есть уровень проблем бытия человеческого. Куда и социальные, и все, и прочее. Он там себя заявил, как специалист, который дезинфициальные проблемы может решать. Ну, извините, из фильма я этого не увидел. Если бы человек мог решать действительно эти проблемы дезинфициальные, то он бы был великим философом там или религиозным пророком и прочее. Ну, это уж, по-моему, достаточно сильная такая на себя роль человек берет как бы. Вот. Это вот то, что вот у меня возникло, когда я фильм смотрел. Теперь это тоже хотел сказать. Ну, вот есть у человека, вот взрослые мы, в принципе, все люди. У всех травмы, есть какие-то болезни, физические недостатки. И что теперь делать? Ну, надо их осознать как-то и дальше двигаться, и что-то делать, творить в жизни как-то, продвигаться, а не просто вот сидеть это бесконечно, и переживать из себя, жертву пытаться строить. Потому что кого-то он показал в фильме, этих наркоманов и прочее, я вот не увидел ни одного человека, который как-то изменился. Ну, кто-то там в волонтерство ушел, еще куда-то ушел. Ну, чтобы что-то такого вот, какого-то радикального, какого-то преображения, чтобы люди там что-то делать стали там, ну, хотя бы там, ну, ферму построили, еще что-то сделали. Этого не было в фильме, ничего. Ну, как же, а наркоманы, которые бросили наркотики, это слабо? Ну, они бросили, ну, бросили, ну, а чем они занимаются? Что вот такого делают они? Ну, как живут, вот, ну, бросили хорошо, то, что наркотики, а так-то как бы, я не понял, чем эти женщины занимаются, которые его там бросили. Ну, родила она еще одного ребенка, его теперь воспитывают. Ну, ладно, хорошо, как бы. Вот. До этого, правда, еще трое у нее где-то там ходило. Вот. Ну, вот, и все как бы к этому сводится. И когда вот эти все психологи начинают про всякую трансформацию говорить, еще что-то, такие какие-то абстрактные слова, которые чисто вот красиво как-то вот звучат, что вот вам дадим трансформацию, какое-то преобразование, еще что-то. А что под этим скрывается? Ну, извините. Между прочим, можно я пока не забыл, я вставлю, я не знаю, разные люди, наверное, по-разному смотрели. Кто-то смотрел на английском, кто-то на русском. Мы, наверное, заметили, что перевод все-таки такой чуть-чуть машинный, да, видно, что он чуть-чуть машинный. И там местами были все-таки довольно серьезные, ну, в общем, это неправильный был перевод. Например, в месте, где он говорил грандиозный потенциал трансформации, по-русски было написано, там в оригинале было сказано the great potential for transcendence, трансцендентность, то есть совершенно другую вещь говорил. Это, ну, либо робот переводил, либо человек, который, ну, у него неродной язык русский, поэтому он неправильно, поэтому там не про трансформацию речь шла, скорее всего. По-моему, это единственное место, где трансформация слова звучала. Там было transcendence. Сергей, это еще хуже, раз он в transcendence уже зовет, то это еще хуже, потому что там какие-то внутренние миры и прочее. Вытаскивает. Потому что, ну, вот не знаю, я посмотрел... Конечно. Кстати, я очень удивился, что ни разу не прозвучало слово юнг вообще. Я очень удивился. По-моему, ему это очень шло бы. Ну, тут как бы один вот автор есть, вот он герой, поэтому остальные тут как-то в стороне стоят. Не надо стату давать, кто там за этим скроется и прочее. Ну, вообще, мне, если чисто вот так посмотреть, это на какие-то индуистские практики показалось, и по нему манеру его сидеть там или еще что-то, вот что-то вот из этого серии. Или, наоборот, из каких-то перуанских, каких-то вот этих вот практик тоже вот, что-то вот такая вот мешанина какая-то, как, в принципе, многие эти вот психологи пытаются пропагандировать и проталкивать в люди. Того же Сатью взять или взять вот ту женщину, которая к вам приходила, там, Коршункова, тоже она там что-то про это же, из этой же серии все что-то несла, как бы. Вот. То есть вот какая-то такая, с одной стороны, подается как психологическая практика и прочее, а с другой стороны, под этим, на самом деле, какая-то религиозная подоснова есть, достаточно индуистская, ну, кроме индуистской, другие же есть варианты. Их тоже, как бы, не ограничивает. Вот это вот тоже, как бы, ну, видеть, чувствовать надо. Люди, которые с этим не знакомы, они не видят этого. Но, тем не менее, вот им подсовывают вот под этим вот так, соусом за деньги вот такую вот вещь. Вот. Так вот. Ну, еще тоже про травмы тоже хотел сказать. Ну, в принципе, вот он говорит, надо примириться с травмой и так далее, как-то вот вылечить ее. Ну, вообще, самый лучший вариант лечить травму, это как-то совершить, что ли, примирение с человеком, который эту травму совершил, как-то лично, если по возможности, если это желательно, лично решить. И тогда, вот, если это удастся сделать, то и отношения, и все как-то снимется. И, ну, на другой уровень совершенно переходит как бы все это взаимодействие и так далее. Но чаще всего, чтобы это произошло, это реально чудо должно произойти, чтобы вот примириться. Какие-то глубокие такие вот травмы, конфликты и так далее. То есть, в принципе, примирение – это, ну, есть чудо, если уж так говорить, по-прямому. Вот. Это вот такое вот замечание. Вот. А еще такой момент тоже есть, что некоторые люди, они специальное состояние травмы доводят до самого критического такого состояния. Как Ницше говорил, что надо до бездны, до дна бездны дойти, чтобы потом посмотреть, что там происходит. Вот. Тоже вот такой вот прием приходит. Ну, как бы, в голову тоже приходит, когда этот фильм смотрел. И поэтому пытаться там что-то это успокоить, так вот как-то разрешить и так далее. Может быть, это в каких-то случаях вообще не нужно делать, чтобы уйти на другой уровень, как бы через вот такое вот проникновение, что ли, в самое нутро, что ли, вот так вот. Проживание. Так он ведь это вот, которого он, ауаксы, аяксы это, поел, он же именно это ему и говорил, типа, что не уходите с этого ощущения, именно живите с ним, проживите его. Собственно, ровно то, что и на холотропе, собственно, объясняют то же самое, типа, никуда не уходите, не защищайтесь, типа, вот дайте ему полностью вас, да, типа, прожить, прожить, дать ему вот. Ну, наркотики зачем поить для этого? Так что ли объяснить нельзя? В общем-то, нет. Стандартный человек, в общем-то, не может этого сделать. Для этого существует и холотропия там, и ЛСД, и все остальное. Я так понимаю, что их до этого создавали, в общем-то, наверное? Нет, я думаю, просто для ощущения создавали, скорее всего. Ну, а это, а ее акция, это же традиционный напиток, то есть, это у них, я так понимаю, это некий аналог пиота, да, в Северной Америке. То есть, это у них часть культуры, это обычная вещь, типа, культурная психотерапия, скажем так, которая является частью, частью всего, в общем. Сергей, им просто недоступна, была в тот момент технология перегонки спирта в более высокий градус. Честно говоря, между прочим, должен не согласиться, потому что такое ощущение, что, особенно если уж мы говорим про индейцев, особенно если мы говорим про североамериканских индейцев, если им только дать перегонный спирт, то это будет означать труп, в общем, быстро. То есть, сначала деградация личности быстрая, потому что у них нет в организме этого, ну, вещества, которое умеет перерабатывать спирт, а потом труп. А со своим этим растением они жили там, не знаю, тысячелетиями, сколько они там жили, никто не знает, сколько они там жили. И жили себе, и жили нормально, в общем, да, у них там была культура и все такое, как бы, да, и нормально существовали. Я с этим хотел проэкламировать, не знаю, у кого-нибудь из вас дома случайно есть, как у меня, книга, которая имеет большие буквы на такая толстая книга, страница, наверное, 500, твердой обложки, а на обложке написано ЛСД. Кто-нибудь знает, у кого есть такая книга, где написал нарколог, который описывает кучу всяких там этих вот психоактивных веществ и искусственных, и естественных, там какие-то грибы, там это все, и там про все есть, там есть, и про псилоцибин есть, и про пиод, и про ЛСД, и про все остальное. И про каждое написано такая небольшая глава, где написано там химическое действие, в чем выражается, в каких культурах применяется, чем чревато и так далее, на что воздействуют, какие побочные эффекты. Есть у кого-нибудь такая книга? Ну, Сергей, я несколько лекций хороших достаточно по этой теме как бы слушал, и так вот, ну это ладно. Вот конкретно про это вещество, которое они пили, вот им нельзя алкоголь пить, а нам вот этот напиток, в принципе, в том виде, которым готовят, нельзя пить. То есть по-хорошему надо там несколько недель пост держать, еще что-то такое делать, иначе могут быть очень серьезные последствия. Я могу. У каждых, сейчас, секунду, у каждых как бы народов свои тут предпочтения, кто-то алкоголь бухает, а кто-то вот эту фигню пьет как бы, то есть результат примерно одинаковый выходит в итоге. Где-то более сильный эффект, где-то нет. Ну то есть там это вещество тоже, это не что-то такое, вот так вот. А у ЛСД там второй вариант есть, там как бы это известная вещь, что как бы зависит от того, в каком встанет человек находится. И если его принимать, то желательно под контролем это делать. Потому что если человек принимает не под контролем, то может и как бы какие-то хорошие воспоминания войти, а может такая депрессия начаться, что не поймешь. А как оно среагирует, это никто не знает. Это зависит от каких-то психических состояний человека и так далее тоже. Поэтому нафиг все это дело, нафиг лучше. Так вот поэтому. Лучше по-другому эмоции получать хорошие и правильные. И в реальной жизни они под воздействием всяких препаратов. У меня все пока. Ну я понял посыл, но все-таки это же не о хороших эмоциях. Это речь идет о неком, некой терапии, да, с лекарственными средствами. Просто лекарственные средства, не синтезированные, а некие естественные. Вадим хотел какие-то свои опыты добавить личные. Да, то есть как бы у них же это встроено было в культуру, то есть как бы они потребляли вот эти вещи, по сути. Есть такое мнение, что вот вещества вот эти подобного психотропного состава, то есть всякие, они позволяют тебе соединиться с твоим вот этим истинным я, как говорится, и там происходит процесс некий синхронизации твоего отрощенного я, скажем так, и вот этого я, чтобы, грубо говоря, чтобы забагованные какие-то вещи повыкидывать из нового отрощенного я, то есть из сознания, из подсознания, то есть чтобы они как-то вместе соединились. Если нынешнего человека, грубо говоря, в нашей культуре-то этого нету особо, то есть если взять человека, который отрастил некое я, и оно такое довольно разросшееся, то есть как бы очень сильно, то есть как бы, а внутри запакованное вот это со страхом вот этот вот ребенок, если ему дать, грубо говоря, вот эти вот вещества, то если он увидит себя истинного, вот я, то есть как бы там недолго и с ума сойти, потому что причина-то в том, что слишком большая будет разница. И вот это расширение сознания может как раз сыграть и злую шутку над этим человеком, то есть как бы вот такой момент опасненький, то есть они в культуре это принимают в различных этапах, даже там в процессе инициации, то есть своей, то есть когда взросление у них идет и так далее. А у нас взросление, по-моему, идет там за счет водки бывает порой. То есть у нас свои психотропы для этого. Вадим, я вот хотел сказать, спросить вас вот насчет того, что вы говорили, ну, вот почему, непонятно, почему люди начинают наркотики принимать там и так далее, подобные вещества, траву там и прочее, что это как вариант лечения травмы, что ли, выходит или непонятно вот. Им легче становится, то есть как бы за счет того, что у тебя, они же разные принципы действуют, то есть как бы тебе, ну, то есть как бы, тебе становится хорошо. То есть человек находится в постоянном напряжении за счет того, что от него, от него некая вот эта вот оболочка другая, которую он отрастил, требует, чтобы он был таким. Грубо говоря, вот самый простой вариант алкоголь, то есть ты выпил, и у тебя с тебя спадает некое осуждение, то есть выключается сознательная часть и вылазит некое подсознание твое. И за счет того, что ты выключил сознание, сознание перестало тебя обвинять в чем-то, потому что ты не соответствуешь некому я, то есть как бы. И вот этот конфликт, он временно разрушается. Почему человек пьет? Он не пьет, потому что ему нравится, он пьет, потому что порой ему тяжело просто. И он не может выключить некие внутренние голоса, которые возникают между двумя составляющими психики, что он какой-то не соответствует, а он не может иначе жить. То есть он пытается, то есть это, грубо говоря, вот как это человек изменил, а он хотел изменить. И тут же включается его осуждающая часть, которая говорит, что общество осуждает этот момент, и он начинает себя за это как-то осуждать и гнобить. И чтобы снизить это осуждение, он рухопс выпил, и все окей. И то же самое в семье происходит. Да, и мозг устраивает определенную связку, то есть как бы такую, что вот если выпить, вот это пропадает. И далее он идет по этой просто связке, то есть как бы он запоминает, как говорится, там уже сам мозг работает так. И то же самое с наркотиками происходит. Наркотики тоже снимают, курение людей расслабляет или еще что-нибудь. Там зависит от того, что тебе попадется, то есть как бы, как это, какое компульсивное действие выберет твоя психика для успокоения в тебя в этот момент. И далее выстроится связка, что она вот это как бы работает, успокаивает. Мне кажется, это так работает, по крайней мере. Не берусь вот прям утверждать, но вот оно вот, если брать, то есть как бы, ну водка она не такая вкусная, чтобы ее так потреблять и пить на самом деле. Но зато быстрый эффект дает. Нет, я согласен, когда вот... Да, она вообще довольно хреновый, хреновый эффект-то, в общем, дает. Как психотропный, я бы хочу сказать, ниже всяких критерий. Нет, нет, я имею в виду не... Не мысли, что качество плохого, а имею в виду само действие вообще спиртного, оно, в общем, ну очень так себе, как психотропного действия. Есть просто ситуации, когда действительно стоит лучше выпить, вот чем ты сейчас нанесешь сильнейший урон своему организму, то есть как бы, ну нужно понимать, что как бы это не выход, что следующий этап нужно будет найти проблему, то есть как бы, но если ты зацикливаешься в этом состоянии, то есть идет механизм уничтожения просто организма, потому что ты не видишь проблему, ты не хочешь ее видеть. Ты пытаешься лечить боль, ну то есть как обезболивающее, но не пытаешься лечить проблему, то есть не видишь ее. Поэтому вот как бы, я называю как такую, эта фраза у меня есть, любой дисбаланс психики вызывает некую зависимость. То есть все, это вот сразу видно у человека. Если он там из спортзала не вылезает сутками, если он там с работы не вылазит сутками, если он, грубо говоря, пьет часто, если он курит. Так это же центральная мысль фильма, можно сказать, всего. Да, то есть это все, значит, человек тебя этим каким-то образом успокаивает. Какая-то компенсация, да? Да, компенсация. Ну, компульсивное действие – это и есть компенсация, некий костыль. Так, у нас Сергей очень давно руку поднял. Но я хочу сказать, что Владимир написал близко к тексту, что отказывается что-нибудь комментировать, потому что психофармакология проходит на третьем курсе. Он не хочет давать неквалифицированный совет. Сергей, прошу. Еще раз добрый вечер всем. Ну, конечно, много интересного здесь высказано, но мне кажется, все-таки давайте попробуем быть объективным и смотреть на эту проблему с разных сторон. Я во многом согласен со сказанным ранее Сергеем, Вадимовым и Алексом. И, в общем, на собственном жизненном опыте могу сказать, что травму действительно потом оставляет нажить в определенных рамках и видеть мир через определенные очки. Но и выводить в абсолют травму и списывать, впрочем, как вот в этом фильме. Ведь в этом фильме предлагают смириться с травмой и жить с ней. И, в общем, если взять героев, а кого он там, собственно говоря, вылечил. Но сидит дама, у которой по стенам развешанный журнал из ее молодости, когда она была моделью привлекательной. Там у нее, с одной стороны, волк, с другой стороны, там еще какие-то модели. И вот она сидит вся с изрезанным пластикой лицом, с подкачанными губами, что для Европы, в принципе, вообще странновато. Ну, и, наверное, для Америки, хотя я там не был, не могу судить. Такая дама вся в себе, вся она весь мир обиженная. И вот ей вот этот вот бенгер рассказывает о том, что... И что же вы боитесь? Вы боитесь оказаться вдруг ненужным людям, и что вы не сможете им помогать? Понимаете? И вот это мне напомнило сеансы доктора Лавковского, когда людям просто говорят то, что им нравится слышать. И вот эта дама, умиляясь себе и своей собственной доброте, и своему альтруизму, она говорит, да-да, меня беспокоит, что я вот перестану людям помогать. Вот понимаете, да, смешно, да? Вот она сидит, и у нее под окном океан плечется, да, вот она в высотке, богатая, обеспеченная, у нее с детьми не очень все ладится, я так понимаю, с ее собственными, но вот она боится, что вот она вдруг окажется бесполезной для людей, да? Ну, можно представить, сколько пользы она людям принесла в своей жизни, сколько людей слезами обливает от ее пользы. Ну, или взять этого наркомана, да, который типа вот и спросил меня доктор, а если у тебя будет наркотиков, сколько хочешь, я буду тебе давать любые наркотики, сколько угодно, и я понимаю, что у меня это много, я в какой-то момент перестал употреблять. Ну, во-первых, я могу сказать так, если человек заявляет, что он употреблял героин, да, то, во всяком случае, он очень похож на Гошенова в момент съемки, очень похож. У него прям вот этот прищур глаз, вот эта манера держать голову, манера говорить очень похожа на человека, который в системе. Поэтому верить, не верить, я не возьмусь судить. Потом мой жизненный опыт, у моих друзей, многих, которых уже и в живых-то нету, показывает, что вот эта схема, когда наркотиков до хрена, да, ни один наркоман, никогда один трип свой марафон не останавливает, пока не кончится все. И вот эта вот западная парадигма, да, а давайте дадим наркотики наркоманам в любом количестве, только в безопасном применении, да, и тогда они соскочат. Это, ну, это полная ерунда. И, в общем, все там герои-то на самом деле достаточно странные. Просто докторам говорит то, что они хотят слышать. Сергей, можно мешаю себе? Меня смутно помнил, только не помню, какой это был фильм, что это был за фильм. Может, это было что-то из Майкла Мура. По-моему, там показывали Скандинавию какую-то, то ли Норвегию, то ли Швецию. И у них как раз была там тема, типа, что они конкретно дают, вот наркотики выдают в аптеке. Там наркоманы приходят, говорят, я хочу, им выдают, они там вот в закрытом помещении, они там ширяются и уходят. Но смысл был совершенно не в том, чтобы их вылечить. Смысл там прямо продавался, что смысл был совсем другой. Смысл был в том, что если их просто отпустить на волю, и они будут сами добывать себе на наркоту, то они будут отжимать телефоны, грабить, убивать, ну, в общем, нападать на людей. Но поскольку они хотят вот именно этого, как бы они уже подсели, мы ничего с ними сделать не можем, то единственный способ, каким мы можем просто остальных людей обезопасить, не этих людей, а этим просто, ну, продлить им чуть-чуть жизнь, потому что у нас стерильные иглы, стерильные шпицы, и у нас там наркота, ну, как бы государственно изготовленная, правильная. И там, скорее всего, не героин, там какой-то, наверное, какая-то замена синтетическая, но не суть. Смысл в том, что это делалось не для того, чтобы они бросили, а для того, чтобы другие люди вокруг не пострадали, как если бы они не имели этой дозы. Вот так было. Окей, окей, я с вами согласен, Сергей. Я знаю, о чем вы говорите, но в этом фильме, да, есть такая система, когда снаджают аптечными наркотиками, вместо героина дают что-то более чистое, метамфетамин, по-моему, дают, и люди с одного перелезают на другое и под контролем это употребляют, якобы для того, чтобы они не наносили себе, своему здоровью больше вред и не наносили сотовому вред. Причем при этом люди не выздоравливают и не вылечиваются. В этом же фильме вот этот герой, который потом читал стихи, он якобы, имея в полном доступе и безопасности наркотики, он вдруг от них отказался. Вот я не верю. Вот я абсолютно в это не верю. Ну и опять-таки, благими намериями вымощена дорога в ад. Вот Вадим, мне нравится то, что Вадим говорит, я часто с удовольствием слушаю и во многом с ним согласен. Его начитанность вызывает уважение, безусловно, но я считаю, что иногда от большой мудрости большие проблемы. И вот именно это тот случай сегодня, когда от такого желания понять проблему начинается возведение этой проблемы в абсолют. То есть травму возвели в абсолют, или разговор о том, что все наркоманы наркоманы только потому, что они пытаются заместить свою какую-то внутреннюю ущербность, внутреннюю боль, они перекрывают химией. Безусловно, многие люди пьют от того, чтобы закрыть проблемы. Многие дети попадают в среду наркоманов, потому что они неблагополучны. Но не надо опять-таки это возводить в проблему. Я, например, очень хорошо помню конец 80-х годов, когда, еще раз возвращаюсь, когда мы, я учился в мальчуковой школе, сам в 70-х, у нас девочек не было. У нас были тренера, каждое лето мы выезжали, у нас было в день две тренировки, блин на спину 10-килограммовый и кросс по 10 километров, и так два раза в день по три часа. И все были здоровые, крепкие, верили в товарищество, все было прям по-пацански, все было здорово, и тренера были для нас богами. И вы знаете, из разных семей мы были, я был из неполной, а были из полных семей, были счастливые, удачные ребята, но по большому счету вот этот вот легкий путь вхождения в наркоманию, когда ты это делаешь, не то, что тебе надо перекрыть какую-то травму, а просто потому, что это делают друзья, это круто, ты здоров, у тебя здоровье просто до хрена, и тебя ломом не перешибить. И вот это постепенно втягивание, убило всех. Понимаете? Да, человек в неполной семье имеет больше шансов попасть в такую ситуацию. Человек, переживший травму, там неприятие в детстве, это тоже существует, имеет больше шансов попасть в ситуацию. Но нельзя говорить, что вот в этом фильме такая парадигма, вот все вот сидящие в фильме за убийство первой степени, а это, простите меня, убийство первой степени, вот эти вот, дамы, да, которые стали проститутками, которые одна бросила трек детей, другая рассказывает о том, что ее украл таксист. Послушайте, ее, прежде чем украл таксист, она оказалась на улице, на дороге с подругой, она уже занималась проститутцами, насколько я понимаю. Ну, потому что в противном случае девочку, которая в 16 лет полгода не ищет мать, наверняка она уже до этого вела какой-то социальный образ жизни. И, в общем, по большому счету, здесь очень долго можно выяснять, а что было первое, курица или яйцо. Но ведь мы же взрослые люди, да, и нам же ведь все-таки дана какая-то свобода воли. И если мы хотим выжить, то мы выживаем, а если мы не хотим выжить, то мы можем получить вот такую социальную, такую поддержку социальную в виде бесплатных наркотиков или там жилье в обмен на то, что ты не будешь бродяжничать. Послушайте, как здорово, да? То есть ты ни хрена не делаешь, получаешь жилье, а потом удивляемся, откуда тогда получается вот это, приходят в магазины, воруют, да, занимают чужое жилье. Послушайте, ведь мы же растим просто паразитов. И вот эта вот левочина, вот эта левочина, да, которая даже в этом фильме лезет, ведь в этом фильме есть прекрасная вставка, где показывают Ким Ирсена, Трампа, Путина, да, шагающие войска, и вот эта вставка минутная заканчивается чем? Ядерным взрывом и апокалипсисом ядерным, понимаете? И вот, вот здесь нам все, как бы, вот весь нам фильм этот рассказывает только о том, что, ну, ты травмированный, ты несчастный, прими свою травму и живи с ней. И мы вот эту травму, вот эту, как сейчас модно говорить, эффективность, да, мы вводим в абсолют, одеваем на себе, как новый костюм и начинаем вдруг жить, вот уже нам комфортно быть жертвой. То есть мы не вылечиваемся, а нам рассказывают, как комфортно быть жертвой, понимаете? При том, что вот, ну, товарищ, который в четвертой стадии, да, опять-таки это заявление после приема ЛСД вдруг раз, и у него ремиссии и опухоли больше не растут. Опять-таки вопрос спорный. Так это или не так, мы знать не можем. Может быть, это просто кино. Я не отрицаю, что существуют психосоматические заболевания. Рассказы про астму, про кожные заболевания, про какие-то там аллергические реакции организма, это все есть, это, знаете, все медики, да, в стрессе совершенно другие анализы крови. Это все как бы, это все, даже на уровне химии это все объяснимо. Но, опять-таки, я к чему? Я к тому, что, ну, вот мне не нравится именно сам посыл, да, возведение. вот если ты, значит, находишь в себе травму, да, и вот, вот, допустим, мексиканец в фирме говорит, я совершил убийство первой степени, вот я сидя здесь, вот у меня пожизненно, вот я думаю, почему это? А потому, что мы его отца депортировали. Вот это потому. Да, вот понимаете, да, то есть получается, кто-то умер, да, от руки вот этого мексикана, да, кто-то умер, а вот он теперь осознал, и мы получаем героя. Понимаете, да, потому что, вот, это не он убил, это потому, что отца депортировали, и он в травме, да, и теперь он как вот, как, как вот этот вор, да, с субхристом, первый распятый, да, варнава его, варава его звали, да, варава этот вор. И вот он теперь признает свою вину, он кальц, и он вдруг вознесен в святые. Понимаете, вот эта опасность, вот этой левочины, вот то, что сейчас сбивается в голову людей, о том, что очень выгодно быть жертвой, очень выгодно быть травмированным. А такие люди, они же ведь действительно становятся зависимы от чиновников, от этих фондов, от всего остального. Ну, чего-то далеко уходить. Возьмем ваш сегодняшний каст, Сергей, да, вот вы... Сергей, можно перед кастом вопрос, вот конкретно касаемо этого самого негра, который сидит за первой степенью убийства пожизненно. А в чем его выгода? Ну, предположим, что у него... А в чем это выгода? Я не понимаю, в чем выгода? Ну, он нашел некое объяснение там. Даже сейчас неважно, оставим за скобками, правдивое это объяснение, почему он таким стал или неправдивое. А в чем его выгода-то? Ну, я думаю, что наверняка есть какие-то льготы по содержанию, да, если он сидит в «Максимусе», то это одна из самых жестких фильмов, насколько я читал, да, он может перейти на более легкое какое-то содержание, он может через 20 лет подать на УДО. Послушайте, откройте Мэнсона, почитайте. У Мэнсона то же самое, да, он же то же самое рассказывает о травме детства, а то, как он осознал, а то, как он... Кстати, вот по поводу Мэнсона, интересная мысль. А ведь Мэнсон тоже делал то же самое. Первое, что он делал для девочек, он, занимаясь сексом с ними, он говорил, представь себе, что я твой отец, и ты занимаешься сексом со своим отцом. То есть он, он разрушал табу, он разрушал внутренние установки. Потом, когда его, вот его, вот эти вот девочки из его семьи, да, и которые совершили убийство Тэй, и вообще остальные, да, послушайте, у них у всех в анамнезе по 250, по 300 приемов ЛСД, они все на этом сидели. При всем при этом тот же Мэнсон тщательно следил за тем, чтобы они не употребляли каких-то других, очень жестких вещей. Там была кислота ЛСД, ну трава, как само собой разумеется, потому что трава уже никогда не считалась тем страшным. Понимаете? И, и здесь есть прямая выгода. Это, это как еще один вариант употребли, управления обществом и социумом. Мы создаем общество травмированных, признаем то, что они несчастные, они заслуживают лучшей доли, внушаем им, что они достойны лучшей жизни, даем им какие-то одному наркотики, другому крышу над головой, третьему возможно спеть через четырьмя сотнями поклонников, да, понимаете, мы оправдываем все, и все, это управляемые рабы. Я, я не какой-то там революционер, да, я просто прекрасно понимаю, что, например, если доктор хочет вылечить кого-то, да, будь это там стоматолог, хирург, уролог, психолог, психиатр, он понимает, что пациенту надо признать и пройти тяжелый путь, и не каждый этот путь пройдет, и этот путь не гарантирован в конце победы над болезнью, понимаете, здесь же сразу в начале пути тебе говорят, слушай, парень, ты отличный, мы признаем, что это не твоя вина, понимаете, и вот именно в этом, вот в распространении такой идеологии и существует вот этот минус замедленного действия, то, что потом разрушит жизнь и наших, и всех окружающих, и на самом деле вот абсолютно все дети, все дети, да, сейчас, практически все дети, они все травмированы, и все это делает общество, возвращаясь к вашему сегодняшнему указу, вот видите, как вы сегодня говорите, вот сидят чинуши и рассказывают нам про то, какие там отцы, а дело в системе, так вот здесь то же самое, дело в системе, они будут признавать за вами травму, они будут выдавать вам чистые наркотики, но систему они менять и будут, в этой системе также останутся рабы, и вот такой вот товарищ, как вот этот венгер-цыган, да, это еще один из тех гуру, который в этой системе только на чуть более высоком уровне зарабатывает деньги, вот к слову, еще в тот раз, когда мы говорили о стриме, где был Сарвачев и вот еще там Тихонов какой-то, ну я не помню какого фамилия, который придумал свою систему, как излечиваться с 90 тысяч рублей, и тогда меня неправильно поняли, Бурхайев, Бурхайев, да, вы тогда сказали, вот, что 90 тысяч это небольшие деньги, послушайте, для кого-то небольшие, у меня были времена, когда-то и 900 тысяч были небольшие деньги, а были времена, когда и 9 евро было счастье, я мыл за них унитаз, и понимаете, дело не в том, что это большие или небольшие деньги, а дело в том, что вот такие вот инфо-цыгане, как вот этот доктор, да, или как вот Бурхайев, да, или как вот основная масса блогеров, в том же МД, которые на слуху не были называть их имен, они все продают то, что не работает. И, в общем, они все это знают и своей жизнью доказывают, что они-то сами по этому, по этим принципам не живут. Но они все продают, они просто занимаются бизнесом. Но страшно то, что очень многие в этот бизнес верят и надеют на избавление. Партон за длинную речь закончу тем, что я считаю, что, безусловно, существует травма. Существует внутренний ребенок, существуют вот эти все травмы, неприятия, все вот проблемы идут из детства. И я на себе все это прекрасно ощущаю. И, между прочим, согласен с Вадимом в том, что ощутив на себе, начинаешь понимать окружающих и видеть в них, между прочим, те же алгоритмы поведения, в которых есть идеи, с которыми ты сам лично борешься. Я в себе таких вещей замечаю просто миллион, потому что я был и отчуждаемым ребенком, и отчуждающим родителем, и теперь я отчуждаемый родитель. Я был и отчимом, и у меня был отчим. И, в общем, к сожалению, я по своей жизни могу много ситуаций переложить и примерить на себя, потому что я их сам пережил. Но, опять-таки, при всем при этом, я хочу сказать, что у нас есть воля. И, на самом деле, признавая травму и действовать так, как это доктор, мы не даем человеку воспитать свою волю, а воля человеку нужна. Потому что, в противном случае, вот это безвольное общество будет в счастливом сознании, что они травмированы и имеют право на счастье, они будут жить как животные. Ну, вот как бы все. Спасибо. То есть, я хочу сказать, что воля важна, и нельзя все списывать на травму. Человек должен вырастать из травмы и сам тоже. Но не благодаря таким докторам, а действительно настоящим докторам, которые, не обещая результаты, борются за больным. Но спасибо. Пардон. Я, кстати, добавлю. Сергей, когда-нибудь, если будете вдруг проездом в Москву, я бы хотел пересечься где-нибудь в чайном клубе. Часа на 3-4. Так, между делом. Я, кстати, хотел бы добавить. Ну, я просто добавлю. Поэтому, то есть, как бы, действительно, товарищ-то, который высказался, он просто снял себя чувство вины, например, а он же дальше продолжает съесть в тюрьме. Он продолжает, скажем так, расплачиваться за свой поступок, и он будет полностью за него расплачиваться. Причем, если он не осознает это внутри, он, выйдя из тюрьмы, снова совершит убийство с осознанием. То есть, как бы, он как раз пройдет курс такой реабилитации внутренней. И тоже согласен с тем, что менталитет жертвы – это плохое воспитание. А есть два варианта. Либо ты признаешь это, что ты жертвой, перестаешь ее играть, либо ты продолжаешь ее играть, потому что ее поддерживают в нашем обществе сейчас. Играть в жертву. Это сейчас модно стало, быть жертвой. Сейчас нельзя никого обидеть. Прямо это всех за живое трогает. Прямо вообще кошмар. Свобода слова уничтожается за счет этого. Я как бы согласен, но тоже мое ощущение, что фильм был не об этом, в общем, совсем. Говорил про намного более серьезные вещи. Когда человека, например, не знаю, избивают регулярно, или когда человека, как он описал, что его в возрасте меньше одного года куда-то там отдали случайным людям, просто чтобы он год, или сколько там, он передержался там, типа полгода, что ли, да, он прожил. В общем, как-то другая система. Добавить. То есть Александр тоже говорил, что типа у нас у всех были травмы. Есть такой момент, просто как бы мы все какие-то травмы переживали, но глубина раны, скажем так, вот этой вот порой бывает разная. У кого-то это просто порез, а у кого-то это, ну, довольно такая кровоточащая вещь, то есть как бы очень глубокая. И в зависимости от этого человек по-разному переживает все эти травмы. Поэтому иногда бывает очень тяжело, и человек видит только единственный порой выход там, и других вариантов он просто не видит. У него сужается вот этот вот за счет травмы, у него сужается уровень вот этого, как это называется. Среди становятся очень узким, то есть как бы он других вариантов просто даже в поведении не видит. И даже те, которые уходят из жизни. Вот это на самом деле сложный вопрос. И если опять вспомнить этого Пола Вестона, то одни из самых сложных пациентов у него, или самые сложные пациенты, были именно те, кто приходил, в общем-то считая, что у него никаких проблем нет. Типа он так, ну, это то, что называется скомпенсированная, то есть компенсированная дисфункциональность. И именно с ними и самые серьезные проблемы. И когда у них просто очень толстая защита, реально. То есть у них все это есть, у них есть травма, есть все в наличии, все зашибись, и все очень крутое. Но при этом у них очень серьезная, навороченная такая крутая защита. Лишний раз вспомню опять фильм «Остропроклятых», там комплимент доктор делает, типа, какие у вас потрясающие защитные механизмы, товарищ полицейский. Потому что действительно так. То есть у него настолько мозг заморочился, что называется, чтобы закрыть себя от сути того, что он сделал, что у него как бы, ну, такой очень-очень сильно накрученная внешняя там легенда, скажем так, которую психика разыгрывает. Сейчас мысли немножко потерял, но смысл был в том, что те, кто производит впечатления, у которых все более или менее хорошо, вполне вероятно могут оказаться самыми-самыми тяжелыми, во-первых. А во-вторых, если опять же, как пример приводить, это художественный пример, ладно, я согласен, но как пример, опять же, Пола Уэстона в сериале «Интритмент», то именно эти пациенты дают самые серьезные риски. То есть у них, когда он их защиту взламывает, то у них возникает риск, ну, например, суицида. У некоторых он, ну, совершается там суицид по сюжету, то есть реально пациент покончил с собой, и там даже судебный кейс есть после этого, то есть его осудят, как психолога, который сопровождал его. А кто-то делает попытку, ну, неудачную попытку, то есть, типа, успели вовремя откачать, тары-дыры там, в общем, типа, ну, обошлось, в общем. Но именно эти люди выходят, приходят изначально такие, как самые-самые такие, типа, ну, мне ничего не надо, у меня все хорошо, у меня все есть, я весь такой упакованный, у меня все замечательно. И именно они и оказываются самыми-самыми-самыми проблемными и самыми рискованными. Настолько рискованными, что, честно говоря, я бы на месте психолога даже подумал, типа, когда в следующий раз когда-нибудь такой человек придет, который такой будет вести, ну, в защитах, я бы скажу, типа, а мне надо вообще вот это вот, чтобы с него все это сколупливать, а потом он пойдет с собой покончить. Может, ну, его нахрен, может, я лучше просто ему скажу, типа, да, у вас все хорошо, и идите, а что, да, к чертовой матери, и все, чтобы я вас больше не видел. Понимая, понимая при этом, что если его действительно сковырнуть, то у него, может быть, да, будет риск вплоть до суицида. Оно сковырнется, само собой, то есть по жизни. То есть там есть такой момент, что в жизни ты в любом случае окажешься в той ситуации, которая заставит тебя прожить ту свою травму, то есть как бы долго ты ее прятать не сможешь. Обычно после 30 начинается процесс решения твоих травм, потому что заканчивается энергия на подавлении. Вот. И по поводу, кстати, психологов, психологов, которые занимаются лечением вот этих людей, даже включая вот этого товарища из фильма, то есть как бы могу по себе даже сказать, что пока травма не вылечится, любой психолог пытается лечить себя в других людях, то есть играть роль некого спасателя, то есть не пытаясь, то есть, грубо говоря, этим он прикрывает свою травму и наносит себе облегчение тем, что он помог кому-то, потому что он почему-то не хочет обратить внимание на себя, то есть. Ну, то есть это такой момент, то есть это тоже интересный путь. Может, это часть... Проекция. Часть системы? Нет, я имею в виду, может, так и должно быть. Ну, по поводу. Я же говорю, Юнг, что Юнг объяснял, что вообще исцеление возможно только через личную травму целителя, и никак иначе. Типа, если у вас нет такой травмы, то вы вообще этого сделать не сможете. И по теме, процентируя, опять же, товарища, там, женщина говорит о Баке в документальном фильме Бак. Она говорит, что, типа, если вы хотите быть хорошим, если вы хотите быть крутым в этом искусстве, в искусстве понимания лошадей, то, типа, вам нужно быть чувствительным. А эта чувствительность означает, что у вас есть какая-то глубокая травмированность из прошлого. И она дает вам вот эту вот суперчувствительность. И поэтому вы ощущаете мелкие сигналы там всякие, да, и способны такое тонкое переживание переживать между вами, там, не знаю, лошадью, там, вами кем-то еще, там, не знаю. Я вот из категории спасателей, то есть, как бы, я знаю, насколько тяжело переносить жертв рядом. То есть, как бы, ты вроде как... Причина в том, что ты не можешь им помочь, то есть, как бы, а желание помочь есть. И, по сути, это желание помочь себе каким-то образом, то есть, и порой жизнь с жертвами это сильное вытягивание такой прям энергии, то есть, потому что ты помочь им не можешь, им постоянно плохо, то есть, как бы, они постоянно в таком состоянии. И вот это тягостно, это эмоциональная такая некая тань. Падим, из этой фразы я могу заключить, что, мне кажется, у вас у самого есть необходимость в терапевте. У меня есть пара вариантов. Мужчина и женщина. Если надо, напишите в личку. Я поделюсь с контактами. Я работал давно, и, как бы, как раз в этом-то и суть, что я немного тут как раз разобрался. У меня закрылся некий гешталь. И про что, почему хочу сказать, что пропало желание лезть к другим людям. Ну, то есть, когда прорабатывается травма, то есть, как бы, пропадает желание помогать жертвам. То есть, это вот такой момент. И я вот действительно согласен с Сергеем, что не надо плодить жертв, то есть, как бы, и помогать им играть в этих жертвах. То есть, как бы, потому что это... Это тяжело, на самом деле. Я в этой шкуре побывал. Спасибо. Пардон, я хотел сказать, что вот в этом фильме ведь доктор и сам говорит, почему он пошел в доктора, и вообще, почему людям травмированным, которые хотят понять, ощутить свою необходимость, нужно идти в доктора. Там есть очень хороший момент. Он очень правдивый, на самом деле. Так что вот то, что вы сейчас обсуждали с Вадимом Сергеем, оно на самом деле там очень хорошо подтверждается. И этот фильм, на самом деле, он страшен тем, что он во многих вещах очень правдив. Мы просто из всех этих великолепных, честных, кристальных ингредиентов собраны блюда, которые могут нанести вред. Я так коротенечко. А доктор там именно и говорит о том, что в докторат очень хорошо идти, чтобы вылечить свою внутреннюю травму. Там это хорошо проговорить, проговорено. Нет, даже круче. Он говорит про не вылечить. Я не знаю, что там было по-русски написано, я просто не видел. Но по-английски он говорит, что врачевание это один из способов, например, когда ты думаешь, что ты не нужен никому, то тут, если ты идешь во врачи, то ты гарантируешь себе абсолютную нужность. Ты всегда будешь нужен. Тебя всегда будут готовы. То есть я к тому, что это не лечение, это купирование, правильно будет назвать. Костыль. Купирование. Ну, костыль, да. Костыль, да, как и все, психология, костыль. Канализация там. Я, между прочим, сам себе это ощущаю, потому что я тоже ведь три года отработал в 61-й больнице в реанимации. Я учился в вузе медицинском. До этого я закончил училище медицинское. То есть я в себе это ощущаю до сих пор. И я понимаю, что основоположные в этом, корни это лежат именно в том, что необходимо чувствовать себя, во-первых, нужным, а во-вторых, всевластным. И, между прочим, в этом фильме вот этот момент очень четко прописан, очень четко проговаривается. О том, что он этим занимается до сих пор, мне кажется, у него эта проблема до сих пор не решена. Потому что, я говорю, отпадает совершенно желание продолжать заниматься спасательством. А у него оно осталось, потому что он за счет этого продолжает работать с жертвами и плодить их. Вот тут, наверное, даже соглашусь с тем, что этот фильм может играть вот такую вот роль. С другой стороны, возможно, глубина его раны такова, что он ее просто не может другим способом. То есть решение, решить его проблему другим способом нет возможности. Он просто делает некое состояние искусственной гармонии и вот это создает себе. Потому что, вот в фильме, кстати, говорится, что он приходил домой, устраивал скандалы жене. По какой причине? То есть проблема-то не решалась. Его проблема не решалась. Он не приходил в спокойное состояние, в некий баланс. То есть он решал проблему человека, приходил домой и был в том же состоянии. Насколько он сейчас ее решил, вопрос еще так-то открытый. На всякий случай, наверное, большая часть из вас видели, но все-таки, кто не видел, я прорекламирую два ролика на своем канале. Один является переводом лекции сейчас Роберт А. Джонсон в разделе переводы. Там тексты переведенные. Сейчас не знаю, на что-то сфокусироваться. Я хотел сказать про то, скажем так, я бы не сказал, что если человек исцелился, то у него пропадает полный интерес к исцелению других людей. Мне кажется, это спорный тезис. Я бы сказал, что когда человек лечит других из личной выгоды, то да, если он лечил из этого, то он на них опирался, 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 получил какую-то внутреннюю опору, не знаю откуда, но получил, допустим, и ему больше не нужно оказывать помощь, не нужно быть спасателем больше. Это одна история. Он делает без такого Но все-таки, мне кажется, есть и другая история. Есть действительно человек, который нашел свое призвание в этом. И мне кажется, когда Роберта Джонсон описывает то, чем он занимался в жизни, или там Джеймс Холлис описывает, чем они занимались в жизни, то это призвание. То есть они могут быть сколько угодно уже там целостными, вылеченными, не знаю, они свои раны залечили, нашли свое, так сказать, второе видение. Тут человек прямо говорит, что у него было позднее, как он называет, прозрение, которое было в конце 30-х годов, в начале 40-х, в смысле возраста. И похоже на меня тоже, мое прозрение наступило где-то между 31-33 примерно, достаточно позднее. Он себя неким образом нашел. И мне увиделось в фильме, я в целом ему сопереживаю, сочувствую и симпатизирую по фильму, мне бы казалось, что он себя нашел, то есть он именно нашел себя как целителя, то просто он до этого был целителем как обычный педиатр, не знаю, и терапевт, а после этого он понял нечто более глубокое, и поэтому перешел, так сказать, на новый уровень. И все. То есть нашел свое окончательное призвание, чем он должен заниматься, типа теперь я знаю, зачем я рожден, и все. Типа того. Надо понять, что такое корни призвание вообще, то есть откуда вообще возникает эта ситуация. Но момент такой... Вообще-то само слово, если так задумываться, призвание. Что такое призвание? Кто призвал? Да. Момент такой тоже, кстати, по своим ощущениям могу сказать, что когда я только был в этом состоянии, травму, например, тебе хочется помогать жертве, потому что ты чувствуешь ее, и тебе хочется помогать совершенно бесплатно, безвозмездно, еще как-то. То сейчас, вот на данный момент, то есть как бы жертвы, кстати, сразу тоже отпадают, потому что ты не играешь им нужную роль, это вот по себе могу сказать, они сразу все отваливаются вокруг тебя. У меня отпадало очень много жертв, вот, и сейчас, чтобы я человеку что-то рассказал, объяснил ему, то есть как бы я ему могу назвать сумму, то есть вот, и если человек согласен, окей, жертвы, как правило, на это не соглашаются, ни в коем разе, вот. Я только могу лишний раз сказать, да, что тут деньги странным образом имеют скорее позитивную роль, чем негативную, это просто трудно объяснить, но на самом деле действительно это так, я бы сказал, что скорее так. тут получилось так, я перестал пытаться лечить себя в этих людях, то есть как бы я решил эту проблему для себя, но для того, чтобы я решал ее для тебя, я должен затрачивать некую свою психическую энергию, то есть на это, и пожалуйста, если ты хочешь этого, окей, то это будет вот так вот, а если нет, то увы, то есть и жертвы поотваливались моментально, но это вот из собственного опыта. Вопрос, вот, предназначения, то есть просто на данный момент я имею знания и имею некий опыт, да, я согласен этот опыт продать, но я не согласен кого-то бесплатно, то есть с кем-то заниматься этим, то есть это вот таким вот образом. И что является предназначением? Говорят, что предназначение это то, чем ты можешь заниматься не за деньги, то есть как, помимо, как говорится, как его определить, от чего ты горишь, как говорят, то, что тебя заставляет вот прям. Ладно, все, я закончил. Я когда своей племянницы описывал, что такое, что такое, ну, примерно, я не помню, использовал ли я слово признание, по-моему, нет призвания, но я сказал ей, типа, представь себе, что ты можешь не ходить на работу, чтобы получать деньги, деньги ты получаешь и так. Вопрос, ты будешь ходить на свою работу или там заниматься своей специальностью? Это и есть разделение на работа и призвание. Вот, как-то так, примерно так. У нас Александр очень давно ждет слово. Александр, пожалуйста, прошу. Так, я тут как бы послушал, послушал вас, уже немножко поправился, хочу сказать. Да, ну, Сергею скажу, вот такое замечание насчет того разбойника, который рядом с Христом висел, там немножко другая ситуация была, там он как бы сказал, что я типа разбойник, там взрывал и так далее, все что-то делал такое, а тебя тут ни за что как бы повесили, я признаю тебя как Христос, в общем-то, из-за этого как бы, то есть он признал в нем Христа, получается. Там немножко другая ситуация, не то, что Сергей. По-моему, все-таки, я по памяти, пардон, но по-моему, не Христа признал, он признал то, что тот висит безвинно. Да, да, безвинно, вот именно в том, что ты не виноват, и ты вообще тут не задел, а мы вот тут взорвали, там что-то сделали, теоретический арт какой-то сделали, грубо говоря, с временным языком. Вот, поэтому там немножко другая ситуация была. Вот, тоже к Сергею хотел сказать, то, что вот он сказал, то, что там Трампа показывали, Обаму показывали, ядерный взрыв в итоге, это вот как раз именно то, что я говорил в самом начале, это именно технология МЛП используется, когда идет ряд успокаивающихся музык и так далее, а потом вот такие вот кадры в голову вставляются, что типа Трамп плохой и так далее, хотя посмотрите, а что Трамп плохого в Америке сделал, ничего, он плохого не сделал, он достаточно много хорошего в стране сделал за один срок. Вот так вот, поэтому тоже определенная пропаганда идет. Вот, теперь тоже следующий момент, тоже насчет вылечившихся, вот то, что если человек вылечился, то он может там кого-то других лечить и так далее, ну, самый лучший пример, это люди, которые вылечились из каких-то зависимости от травм и потом своей деятельностью, своими, как бы своей жизнью показывают, что они вылечились, и таких примеров на самом деле очень много. Вот, ну, как бы, вот я на скидку просто три таких вот, как бы известных примеров могу привести. Это, во-первых, Петр Мамонов, известный, в принципе, ну, и актер, и музыкант, и так далее, потому что в ранние годы у него очень, скажем так, активная жизнь была со всеми веществами и с алкоголем и так далее, а когда вот сейчас его слушаешь, просто, ну, скажем так, диву даешься. Ну, в общем, человек своим примером как бы показывает, что вот, ну, как вот своей жизнью просто, он реально просто живет спокойно и нормальной, здоровой жизнью живет. Еще другой пример тоже, это гитарист Асси Диси, это тот, который в шортиках обычно прыгал с гитарой, ну, в принципе, кто Асси Диси видел раньше, они знают этого персонажа. Ему, в принципе, очень много лет, и я как-то случайно вот включил Топ Гир, и он там участвовал, и, в принципе, вообще удовольствие одно слушать было его. И его там, Ларсон конкретно спросил, типа, а что у вас с наркотиками? Говорит, да, да, в молодости очень много было, все, но потом все я завязал, у меня как бы творчество, работа там и так далее, то есть, ну, человек вот реально, то есть, спокойно от этого отошел как-то, и вообще, то есть, подавал такой вот очень положительный, как бы, импульс, и, в общем-то, уважение, и все, и потом они в прошлом году уже новый альбом выпустили, так что вообще молодцы, дедушки. Так вот, ну, еще и третий, как бы, пример, который, в принципе, ну, все знают, это Достоевский, он, в принципе, у него была очень сильная игровая зависимость, и он тоже вылечился из нее, фактически, и потом ее в своем романе писал, игрок такой роман есть, там вообще, когда его читаешь, как будто с самой рулетки стоишь и играешь в эту рулетку, и потом он полностью излечился из этого, и описал это все, и показал, видимо, этот роман как раз своеобразная терапия была, а нам, в общем-то, предстал, как роман, вот с точки зрения такого человека, который поражен зависимостью, чтобы это все пережить и понять, как это все происходит. Вот так вот. Ну, вот у меня все, как бы. Так, Вадим, это с прошлого раза рука или новая поднята? Кто отговорили, пожалуйста, вешайте руку, так, тогда обедвинутую прошу. Да, приветствую еще раз. Значит, ну, во-первых, было интересно послушать Сергея, уже не в первый раз чувствуется, у него был просто большой опыт, да, сразу так, наверное, все не передать, но хотелось бы поговорить о другом. Значит, сейчас зацепились о том, то, что значит, есть некие жертвы, которые не хотят платить деньги, да, по каким-то причинам за вот эту вот психотерапию. Давайте разберемся. Есть, грубо говоря, два вида услуг, да, это когда ты кого-то просишь что-то выполнить и платишь за это деньги, вот, а второй, это когда ты просишь чему-то научить, и, соответственно, тоже, да, что-то за это платишь. Ну, иногда это бывает как-то взаимно бартером. Вот, и тут вопрос, если мы понимаем, да, чтобы стать хирургом, ему нужно учиться, и для того, чтобы там удалять аппендицит, совершенно не обязательно, чтобы у этого человека удалили аппендицит, вот, это он выполняет некую работу. значит, теперь мы говорим об обучении. Если платить за обучение и считать психотерапию как обучением чего-то, тогда должен наблюдаться какой-то эффект, вот, и мне, допустим, было бы интересно понять, каким образом я могу этот эффект наблюдать, вот, потому что то, что, опять же, я увидел в этом фильме, я, в общем, не увидел ничего, кроме того, что они договорились на том, что всем как бы хорошо, и у него там есть доступ к этим лекарственным препаратам, назовем их так, да, и он говорит, что, собственно, да, этим можно ну, как бы все решить. Эффект какой? вот, как человек здоровый, да, как я могу наблюдать такой, ну, подобный эффект, потому что можно перейти в измененное состояние, да, соответственно, и как бы платить за это деньги, но это же, опять же, это не выход. Вот, поэтому, собственно, тут у меня возникает очень много вопросов, как, как, как понять, что человек не просто хочет с тебя денег заработать, а как действительно он может чему-то тебя научить, и на каком этапе я могу понять, что если этот человек меня чему-то учит, что, допустим, я это уже знаю, и, в принципе, в его услугах не нуждаюсь. Вот, спасибо. Ну, это, кстати, так, пометка. Я, в общем, по поводу, Вадим очень интересную реплику высказал по поводу фильма и по поводу нашего сегодняшнего разговора, по поводу воли и по поводу излечения. Я, например, прихожу к такому выводу, что излечение в принципе невозможно, и как наркотики умеет ждать, так и любая психотравма, потом вырастающая в какую-то зависимость, она умеет ждать. И, в общем, на многих даже последние полтора-два года, когда у меня было достаточно много времени подумать и поработать над собой, над причинами, над последствиями, и за что мне это, и как, и почему, и что из этого я сделал сам, а что мне дано в обучении, и даже вот имея такой опыт, сталкиваясь в каких-то элементарных жизненных ситуациях, я вдруг начинаю понимать, что та прошивка, которая внутри тот биос, который лежит ниже, где-то ниже осознания того, что можно переработать, он все-таки начинает работать. И во многом это очень хорошо проявляется в отношениях с женщинами, даже будучи таким битым, тертым калачом, и в общем понимая и зная уже многое, так уже как в доспехах пережитого, и все равно понимая, что там-то внутри ничего не вылечилось. И в общем по большому счету мы можем говорить о костылях, о каких-то, ну как наркотики костыль, как любая зависимость, как отношение косты, по большому счету нам-то придется все-таки это нести. И вот тут я бы не согласился с утверждением о том, что воля в данном случае это лишь набор каких-то там типа заканчивающихся нейромедиаторов, что опять-таки как минимум спорно об их окончании. я думаю, что воля или какая-то сверхидея или ну может быть для кого-то там религия, для кого-то вера в какие-то идеи, ну или опять-таки любовь к детям, да, вот опять-таки это тоже сверхидея, да, причем такая неосознанная, это что-то божественное. Я думаю, что воля тоже много что решает. И она решает именно когда ты уже понимаешь, что есть костыль, ты понимаешь, как он работает и твоя воля именно позволяет тебе с этим костылем двигаться. Потому что очень многие люди, прошедшие терапию и якобы вылечившиеся именно из-за отсутствия воли не способны с этим костылем жить, отбрасывают костыль и возвращаются в те старые свои проблемы. И в общем мы можем наблюдать это постоянно. Наши друзья, знакомые, которые возвращаются и к зависимости, и к нездоровым отношениям и в итоге к своим болезням, к своим проблемам. Так что я понимаю, что здесь единого точки зрения не существует. И я уважаю точку зрения Вадима и людей, которые подтверждают, что здесь опять-таки можно говорить либо там биологический процесс, либо химический процесс. Можно спорить о теориях о разных. Энерговолюционизм это или лень двигатель прогресса или что это. Но отрицать чего-то неосознанного, да, но называйте это мотивацией, называйте это волей. Иногда подходит одно слово больше, иногда другое, но опять-таки отрицать немаловажную вещь именно на этой воле и мне кажется, это как минимум отрицать половину возможностей вылезти из болезни, ну не вылезти, а выйти примесь из этой болезни и продолжать относительно полноценной жить. Я все, спасибо. Я так просто зацепился, мысли, слова зацепился, я хотел сказать, что у меня например до сих пор нет никакого я не нашел скажем так свой ответ для мысли стремления к детям. Это феномен биологического характера или духовного. Мне кажется, тут нет никакого может быть и то, и то. То есть можно назвать какое-то объяснение, которое чисто биологический характер имеет абсолютно. То есть просто приятно, что было.